Я, кстати, гуру HTML, appearance non и до свидания стилей. А я этих вот нособесых засаживаю, и ты не знаешь, как список верстать. Человек, который телефон поставил перед собой, навигатор смотрит, в машине едет, это кейс доступности. У меня в Diablo есть настройки доступности тоже. К сожалению, качество веба как будто бы ухудшается. Пожалуйста, сам выучи что-нибудь, ну пожалуйста, сделай что-то сам, разработчик, ну пожалуйста, это же не сложно. Айтишечка надо? Глафира Жур, разработчица с 2011 года. Приехала ты к нам из Вильнюса? Да, я приехала из Вильнюса. Спасибо тебе, что доехала. Пожалуйста, мой путь чисто. Ночь в автобусе, пара часов с тобой, ночь в автобусе, обратно в Вильнюс, топ за свои деньги. Бесплатно практически получается. Будем надеяться, что оно того будет стоить. Это наша цель и задача здесь, понятно? Давайте я представлю перед началом. Разработчица с 2011 года. О да. Аксессибилити-дривен, тим-лид в компании Спурт-Айти? Спур-Айти. 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 А я Спурт всегда называл почему-то. Спурит, потому что. Спурит. Ну, ты там тим-лид? Да, я там тим-лид, аксессибилити, все, четко точно. Так. Google девелопер-эксперт по вебу, но ты говоришь, что по аксессибилити. Да, потому что, ну, типа, по веб-направлению, они меня, они же интервьюрируют, когда тебя в это комьюнити приглашают, они делают тебе несколько интервью. Одно, типа, комьюнити-интервью, а второе, интервью на компетенции. И комьюнити-интервью, естественно, я там прошла, потому что я на тот момент делала много метапов, там всего прочего. А на компетенции со мной созванивался чувак, и он спрашивал меня, как что в JavaScript делается, там, как в браузере что работает, а я сижу такая, типа, и... Потому что веб-направление, у них нету внутри разделения этого веб-направления, у них только, ну, есть разделение, типа, на performance и на UI, UX, по-моему, было что-то такое. UX, меня научили говорить UX. Моя учительница английского. И, в общем, он не понял, что я такое, потому что такого у них и нету, в общем-то, чистого accessibility отдельного направления. И у них даже нету раздела веб-accessibility, то есть у них есть Android accessibility раздел, но веб-accessibility нету. Странно. Ну, интересно, да. Они сейчас немножко преобразовывают всю эту схему. Ну, да, получается, что я всем говорю, что я ГДЕ как бы веб, но я accessibility, потому что то интервью я завалила чуть ли не с треском. И я ему рассказываю что-то, я догадываюсь, я помню примерно, ну, как все это работает. Естественно, общая база у меня, конечно же, есть, но я не практикую это. Вот. И он такой, типа, окей, я понял, давай пока. Вот. И только чуть-чуть мы затронули доступность, и он там, ну, офигел по-хорошему. Ну, потому что это все, меня там не заткнуть было. Слушай, ну, круто. У нас, у меня в выпусках ГДЕ был только один, ты Вадим Макеев. Да. Вот ты у нас второй печетный гость. Второй ГДЕ, да. Ну, такой. Что? Спешной ГДЕ. Ой, да ладно. Нормально, ладно. Амбассадор Women Techmakers. Women, да. Всех женщин в технологиях. Это тоже около гугловской комьюнити. Мы про это еще немножко поговорим в конце нашего интервью. Да, да. Есть такое за мной. И организатор нескольких конференций в Минске. Минск CSS, Минск JavaScript. Была конфа CSS Minsk JS. А эти... Комьюнити, конференции комьюнити. Да, эти метапы комьюнити, они сейчас работают. Все еще, ну, в смысле, мы возобновили их, они в онлайне, правда, только. Что там у тебя еще написано? Accessibility Club Минск. Да, это беспонтово. В смысле, у нас очень классные там ребята, но мы сделали три метапа, и я хочу этой осенью запустить четвертый метап, и дальше уже начать заново делать. Ну, то есть мы, как и все, провалились в какой-то момент, даже не знаю почему. Вот, да. И, да, эта комьюнити живет. В общем, получается, что ты такая очень мощная продвигательница, продвижительница доступных интерфейсов двигателя. Есть за мной этот грех. Вот про это все не будем говорить. Неожиданно. Тут надо сказать, что с Вадимом Макеевым мы в интервью немножко про доступность говорили. Мне на тот момент уже хотелось сделать что-то более объемное, подробное для разработчиков. Сегодня попробуем вот это все и покрыть. Но перед тем, как поговорить про основную часть, давай про то, как ты попала вообще в программирование с самого начала. Где родилась, где училась? Ой, великая страна Беларусь. Город Минск. Прям родилась и училась. Все там делала. Училась 9 лет на музыкальной школе по классу скрипки. Зачем мне это программирование? Я тогда не знала про это ничего, конечно же. Очень даже неплохие успехи делала по музыке. Но в какой-то момент папа у меня увлекся очень сильно в себя айтишкой. Ну не айтишкой, а он по хардвару. То есть он собирал компы там, собирал всякие платы там, вставлял. Ну ладно, это естественно вставлял платы в компы, логично. В общем, мы очень быстро это освоили с братом, потому что нам хотелось. У нас у первых в классе был комп, у первых появился интернет. С наших родителей больше всего денег за интернет сносило, потому что это диалаб, который днем стоит миллиард, а ночью ничего не стоит. У нас поздно достаточно появился широкополосник Байфлай, да? Ну да, да. Ну как поздно? Мне кажется, по сравнению со всем миром у нас вообще все это очень рано появилось. Да, мне кажется, что рано, потому что я кому не рассказываю, что я уже в 10-11 лет сидела в интернетах. Вот у вас в Минсках ваших. А, возможно. У нас в деревнях было все похуже. Но, кстати, у меня никогда не было вот той самой сетки, знаешь, когда на дома раскидывают провода. У меня никогда этого не было. И все мои друзья в школе такие, ой, я по сетке скачал фильм. И у меня такая, что по сетке? У меня видеокассета, вон, родители на день рождения подарили 4 штуки. Хороший был подарок. Засмотрены до дыр были эти кассеты. Поэтому я Джуманжи ненавижу. А Мулан наизусть знаю. Вот такие вот. Да, в общем, мы быстро туда вкатились. Когда папа не хотел нам переустанавливать венду, мы сами ее переустанавливали. То есть, ну, с 95-ки мы переустанавливали уже венду. Сами ночами сидели с братом, там, ковырялись. Вот. И потом такие, типа, в музыке разве есть деньги? Нет денег в музыке. А почему музыка? Ну, потому что я же училась, как бы, в музыкальной школе. И хотела дальше продолжать, там, в оркестре играть. По классике. У меня вся семья музыкальная в основном. То есть, я, наверное, первая вот именно в профессию выбилась, в эту айтишную из всех. Пока, походу, единственная. Вот. В общем, да. И в оркестре ты что заработаешь за деньги? Казалось нам тогда. А многодетная семья всегда хочет чуть-чуть побольше денег. Вот. Поэтому мы с мамой так подумали и решили, что лучше пойти в программирование. Но мы тогда еще искали место, где не будет экзаменов. Потому что, типа, я не знала ни математику, ни физику. Я до сих пор их не знаю. Очень плохо там все. Слушай, это получается, мама тебя в программирование направила? Да. Молодцы родители. У меня родители. Папа на скрипке играл. И я пошла по его стопам. Ну, в плане вот интересов, увлечений очень много от папы взяла. Вот. В плане какого-то мышления больше уже от мамы в плане творческого. Мама художник. И вот этой решительности жесткой такой, типа, зачем? Бросаем музыку. Пошли в программирование. Вот. И пошли в программирование. В общем, да. И потом я просто в колледже отучилась. Четыре года. На поете. Прекрасный. Это при Бугуире колледж? Это был частный колледж предпринимательства. А, я еще спрашиваю, потому что поет в Бугуире еще есть. Да, да. Поет у нас был на тот момент в трех местах. Это был колледж при Бугуире, был колледж предпринимательства, еще был колледж этот юридический какой-то бизнес. А, бизнеса и права. Вот. У них там тоже программистов учили. Вот. Но в моем платное образование, то есть у нас было два критерия. Нет экзаменов, нет распределения. И так мы и пошли дальше по этой дорожке. И прекрасно все было. То есть у меня в колледже, ну, очень крутое было образование. Там универ, может быть, в каких-то местах рядом не лежал, потому что с нас очень сильно требования требовали. В универ ты приходишь, что там работать начинаешь. Но ты в универе не училась после этого? Нет, я не училась. Я поступила. Я училась в другом универе. Я поступила в Бугуир на сокращенку. И забрала сразу документы и пошла работать. Потому что тогда бабки были нужны. Мы как раз колледж мой с кредита оплачивали. И я этот весь кредит потом погашала еще пять лет после колледжа. А в колледже прям чувствуешь, что прям программирование учили? Да, да. Практическому? У нас там абсолютно три года мы изучали все, связанное с программированием. У нас были очень классные преподы молодые, которые приходили с универов и настроены были на то, чтобы учить нас именно программированию. Возрастные преподы тоже были очень крутые, но они больше давали такой фундамент. Типа проектирование, вот это вот у них все было. То есть у нас все эти предметы были, там, алгоритмизации все эти, прочие все штуки. Дрючили нас, конечно, знатно. И мы еще были специальности на аккредитации. И поэтому все четыре года, зная, что через четыре года именно нас будут экзаменовать очень жестко, чтобы специальность дальше в колледже имела право существовать, нас просто гоняли. Эталонная группа. Да, да. И мы были реальной эталонной группой. Только почему-то меня еще выбрали из эталонной группы. На втором курсе ко мне куратор подошла и сказала, ты идешь на красный диплом. Я такая, что? А я, ну, школьная программа на первом курсе была, и я, типа, вообще не думала о красном дипломе на первом курсе. А там нужно 25 процентов, семерок и восьмерок, не больше. А шестерок и пятерок, естественно, нельзя по десятибалльной шкале. И я такая, а, то есть я все свои проценты вот тут заработала, больше я не имею права ни на одну семерку и восьмерку за следующие три года. Там много стыдных историй, которые мне на сих пор стыдны, потому что, типа, мне ставили девятки, они знали, что я знаю, но я была не готова, допустим, к чему-нибудь там, к экзамену. Короче, ты этим пользовалась, да? Я? Нет. А они? Да. То есть я была готова получить свою семерку и нафиг забить на этот красный диплом. Но была такая, вот на меня была психологическая нагрузка, потому что они не могли мне не поставить девятку. Потому что они себя тащили, чтобы этот процент показать, чтобы презентацию пройти. И таких случаев всего, слава богу, было два. Но один из них был, это экзамен по программированию, самый важный, а второй был сдача диплома. И самое-присамое важное. Вот, и я просто на защите диплома все сдают, Глаша сдаёт последнюю, потому что половины диплома нет. Её не существует просто. И я сижу и допиливаю половину диплома. Так моя жизнь дальше и пошла с дедлайнами, там вот это вот всё. Вот, так что да, и после колледжа я сразу пошла работать по специальности. Как ты на работу попала? На работу попала очень быстро. У меня было первое в жизни собеседование, сразу успешное. И я сразу пошла работать. Это не кассир в магазине? Нет, это программист в команде программистов, слава богу. Это была аутсорс-фирма. Она довольно крупная компания, или Next, или Link, и там у них много было разных названий. Или Trans. Подожди, в LinkedIn я видел первую компанию, у тебя союз, что-то там, или это ещё до? Это было в колледже отработка, ну не отработка, а типа практика. Туда отправили двух лучших студенток, меня и мою сопартницу, вот, которая в момент учёбы великолепно со всем справлялась, вот, но потом такая, типа, ну это программирование, зачем оно мне, нафиг не надо, пойду другие дела делать важные. Вот, а нас туда отправили, это турфирма была. Там я познала, что такое женский коллектив, типа, у нас в Айтишке всегда там женщины, мужчины, ла-ла-ла. У меня сразу практика началась с женского коллектива. Это когда ты, как программист, не особо воспринимаешься, потому что, ну, чё ты вообще за зверь такой, никто про тебя не понимает. Да, так? Да, ну, то есть они не понимали, зачем я им. Я туда пошла условно по знакомству, наши преподы лучшие, связаны с лучшими людьми там, то есть, ну, как бы, хороших детей в хорошее место, хорошее, видимо, со связями, я не знаю, чем. Вот, и, да, нас туда отправили, и мы, это при том, что у нас есть туристическое направление в колледже было, вот их надо было туда отправлять, почему нас? Но мы там честно старались, я вообще супер честно старалась делать что-то по сайтам, там, по Айтишке, но, по сути, нас гоняли в аэропорт провести документы, отвести документы, что-то визовое сопровождение, там, ещё какие-то штучки. Я в какой-то момент таскала цветы, потому что молодая, сильная, я не знаю, почему, в общем, или сама вызвалась, я не помню, но я такая была тоже жестковатая на тот момент. Немножко такая, типа, пацанка. Ну, потому что, блин, ты учишься, и вокруг тебя очень много мальчиков, хотя у нас в группе почти пополам было, а в двух других группах только пацаны, и поэтому из них в итоге осталась одна группа. Я на физфаке учился, я понимаю, про что ты. Да, в общем, нам, я не знаю, как нам повезло, так, ну, у нас было хорошее распределение. Короче, это не настоящая программистская работа была, можно сказать. Но я там писала настоящие скрипты, чтобы собирать e-mail, и там они хотели собирать e-mail по сайтам, чтобы там отправлять рассылку, типа, клиентам. Вот, и, да, там я узнала про регулярные выражения, первый раз в жизни вообще услышала, такое нам в кольже не преподавали, и это я уже узнавала от своих партников, ну, в смысле, коллег по учебе, как они там называются. Коллег по учебе. Слушай, как они называются? Однокурсники? Одногруппники? Однокурсники, одногруппники, вот хорошее, правильное слово. Вот, да, одногруппники. И это прикольно. Я до сих пор помню, как я пришла, у нас был один такой самый классный чувак, их несколько было, но вот к нему приходишь, он прям все ответы знает на все вопросы. Я говорю, как мне получить список именно e-mail со страницы? Наверняка можно. Он говорит, да, почитай про регулярные выражения. Я почитала, но вчера в Твиттере буквально я видела, кто-то вообще понимает регулярки, типа, через столько лет. И я такая, да, никто не понимает регулярки. Вот, в общем, да, и вот это был мой первый опыт такой. Мы там делали еще, доделывали немножко их систему, у них была какая-то полу-кастомная система создания страничек. Сайт у них был, вот мы над их сайтом тогда работали, в основном я, Женю бедную гоняли по документам, потому что она такая, типа, ну зачем мне это? А после этого уже устраиваешься в компанию? Да, да. Это было во время колледжа или уже после? Это было после. Во время колледжа еще одна была практика, там было прям тоже, тоже как бы по знакомству, но там больше было связано. Я там прям целый сайт сама сделала на джумле, если кто-то помнит, что такое джумла. На какой-нибудь второй версии? Да, я делала на второй, потом, по-моему, переносила на троечку, вот, и это, кстати, в первой жизни моя конференция была тоже джумла конференция, да, было классно. Да, а потом уже пошла работать, работу, и там был уже C-Sharp, то есть, ну, в колледже у нас был диплом, по крайней мере, я писала на шарпе, вот, и поэтому и работать пошла, собственно, на шарпе. И они прям хорошие условия тогда, даже, наверное, сейчас это хорошие условия, типа, заходишь в компанию джуном, нулем просто. Сейчас-то я понимаю, что такой человек, выпущенный из колледжа, тебе дают 400 баксов, через два месяца тебе повышают без вопросов до 600, вот, то есть ты учишься все это время, потому что очень специфический продукт там разрабатывался, вот, и у него, у этого продукта все было, свой конструктор там, свои какие-то кодовые заготовки. Ну, тогда вообще, в принципе, в Беларуси была популярная тема платных стажировок, когда тебя брали, и тебе еще денег платили. Ну, по крайней мере, я тоже на первой работе работала, помню, мне платили деньги за то, что я приходил и учился. Ну, вот. Там в конверте, понятно, без договора, но тем не менее. А сейчас просто слушаешь там джунов, у них тоже платные стажировки, только они платят. Они платят? Серьезно, там по тестированию у меня есть несколько знакомых, такой, ммм, как все изменилось в 12 лет. Это просто жесть. Ну, да, сфера немножечко преобразилась, вот, в общем, но это было классно. Очень было много английского, тоже буквально сегодня я в Твиттере отвечала на, кто-то спрашивал, что вот, как вы учили английский, в каких условиях. И я вспоминаю какие-то были хардовые условия, потому что полностью вся документация на английском, все общение с клиентом на английском. А ты вышел птенчик из колледжа, вот, и что делать? Никаких тебе переводчиков умных? Да, да, то есть там надо было, а еще все в PDF, которого текст нельзя скопировать. И, короче, просто, недоступный PDF был, а не accessible. Собственно, про accessible. Давай немножко двигаться в сторону этой темы. Когда ты с доступностью столкнулась первый раз, как так получилось, что ты полностью перешла в эту тему? Из шарпистов, из фронтендеров? Я, кстати, там и столкнулась. Это я уже, получается, поработала в Беларуси, потом поработала в Питере, и потом вернулась домой, обратно, в ту же компанию, с которой я вышла. И в тот момент я была самым развитым фронтендером во всей команде. Это ты в рамках компании ездила? Нет, это я сама ездила в рамках своей. А, то есть ты вернулась в команду какую-то, пришла, и ты там была самой развитой? Я вернулась туда же, в ту же команду, и там еще только-только до этого мы все делали, как бы шарп, внутренние конструкторы. Весь фронт был написан, просто компонентики таскались в студии, в Visual Studio, просто типа... Это веб-формы, да? Да, 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 на веб-формах все было spx.net. Вот. И я приехала, и у них появились задачи на фронт. И типа надо было писать JavaScript, надо было писать HTML, CSS кастомный. Только-только это все. А я как раз в Питере, пока училась, все это изучила. Я там по собесам ходила, такая, возьмите меня фронтендером, а не знаешь, как список заверстать? Я такая, нет, но погуглить могу, вообще без проблем. Я сейчас вспоминаю и думаю, блин, а я этих вот на собесах засаживаю, и ты не знаешь, как список верстать, а сама-то. Вот. С тех пор я знаю, как верстать список, даже более того. Вот. В общем, да. И начали много заниматься фронтом. И поскольку американские проекты, они тоже, я только сейчас это осознала, что они начали запрашивать условную доступность там прямо уже. Я вот вообще-то до сегодняшнего дня не думала об этом. И когда они узнали, что я более-менее владею HTML и CSS получше, чем все остальные, они начали меня на такие задачи ставить. И там и появились вот эти понимания, что есть пользователи. Это плюс еще было все для медицинских компаний, мы делали. То есть там они обязаны все это делать доступным. Поэтому, наверное, там я в первый раз с этим столкнулась. Но потом уже все, я оттуда ушла и пошла в Лавату, белорусская известная компания. Вот. Была белорусская, стала польская. Вот. И там как раз был проект по доступности. И прямо там я уже, я пришла оттуда на Собес, и меня спросили, хочешь заниматься доступностью? Я говорю, конечно, хочу. Они такие, знаешь, что такое ада? Я говорю, это то, что ожидает меня, видимо, в будущем. Потому что, вот. Еще я оттуда обожаю рассказывать, как меня спросили. Тебя зовут Глафира. У нас вместо тебя работала, до тебя работала девочка-фронтендер, ее звали Глафира. Как ты оправдаешься? Типа, как ты нас убедишь, что ты будешь хорошо работать с таким именем? Я такая в своем месте. Все два человека из Минска, кого зовут Глафира, работали в этой компании на этой профессии. Что-то странно. Забавно было. Мы с ней, по-моему, где-то в Линкедене потом, ну, типа, стыканулись. Вот. Так что, да, там был прям проект по доступности. Было очень круто. Мы работали с командой аудиторов со стороны клиента. Слушай, извини, а Ада, это ж не Active Directory? Ада, это... Я не знаю, и там тоже спросят. Да-да-да. Ада, это Americans with Disabilities Act. О, окей. Да, ADA. Это такой один из основных документов, на базе которых строятся все требования к доступности в Америке. Точно. У меня же прям сценарий это написано. Ну, мы с тобой еще дальше поговорим. Абревиатура не отложилась в голове. Вот теперь что-то про ад. В общем, да, так что там очень классно все получилось сделать. Смотри, какая штука. Штука в том, что ты кассабилити-тимлит. Кассабилити-дривен-тимлит. Я, честно, проработав, там, сколько, почти 11 лет в айтишке в командах разработки, как-то так получилось, ни разу вообще не слышал, что вы были выделены роли на аксабилити. Это какой-то частный случай, или это уже намечается тренд появления таких специалистов? Вот как ты считаешь? Мне просто интересно, потому что ты целый тимлит. У вас там целая команда получается. Да, у меня целая команда. Мы все занимаемся доступностью на одном проекте. Вот прямо сейчас, что за проект, и как так получилось, что у вас там должна быть целая команда, занимающаяся доступностью? Да. Проект, это, ну, он, конечно, под НДА. Но мы себе позволяем сказать, что это работа для канадского банка над приложением. То есть мы делаем приложение доступным, чтобы канадский банк мог им пользоваться. Потому что в Канаде требования по доступности с 21 года обязательные. То есть, я так понимаю, к вам пришли уже с готовым проектом, который вы допиливаете, чтобы соответствовать стандартизациям канадским по доступности? Да. Мы его не пилим, мы его только аудируем, говорим, что делать. Аудируете, да. А пилят его несчастные люди на стороне заказчика. А, окей. То есть вы аудитом занимаетесь? Да, да. И вот для этого нужна целая команда. У меня сейчас в команде нас трое всего. А, ну, четверо, получается, с менеджером. Прямо у нас даже межер есть, который выделен специально под это. Мы ему... Мы сейчас составляли слайдик про команду, и просто везде accessibility manager, accessibility designer, accessibility team lead. Я говорю, ребята, нет таких вакансий, типа профессий нету. Вы первопроходцы, чего нет? Да, мы решили, что у нас все будет accessible максимально. Вот. Так что, да. И получается, что мы все 24 на 7... Не 24 на 7. У нас work-life balance, конечно же, в команде. Получше, чем у остальных. Да, 8 часов в день мы работаем над доступностью, прям проверяем все, что делают разработчики. То есть сейчас на рынке есть реальный спрос на, как минимум, аудит доступности, может, даже на разработку? Да, я не уверена, что он есть такой уж большой. Но кейсов точно стало больше гораздо. Вот я сейчас пытаюсь найти работу в этом поле. Ну, смотрю вообще, какие могут быть предложения с моим опытом. Перейти хочешь куда-то? Да, я хочу перейти. А мы про это... Мы можем, да. Я уже всем рассказала. Хорошо. Уже все настолько в курсе, насколько они... Чтобы не было проблем потом у тебя. Они не хотели быть в курсе. Не-не, ну, ребята меня понимают, все нормально. И это не быстрый процесс в любом случае, потому что я хочу в Скандинавию переехать, а это там просто от момента устройства на работу до выдачи видножительства три месяца. И все эти три месяца я не имею права без работы находиться, поэтому я буду работать со спором, пока что-то не найдется там. И как с поиском в теме accessibility? Зеро. Полный ноль просто. Мне в первый же день... Но я еще не постила прям открыто пост про это. То есть я просто открыла... Но ты ищешь именно по Скандинавии, пока что без публичных там каких-то публикаций? Да, да, да. Достаточно узко. Да. Вот. И мне написал пока только один рекрутер, говорит, сеньор джесс-девелопером хочешь быть? И я говорю, нет. Он такой, а почему? Я говорю, ну, потому что я хочу быть аксессибельцем-специалистом. Довольно редкая специальность. Говорю, поскольку ты, чувак, понимаешь, что я еще единорога, то, может, я вернусь к тебе с предложением, а не хотите джесс-девелопера? У меня тут логичный вопрос. А в Google нет? Учитывая, что ты достаточно близко к ним. Отстоишь от них. Да, у меня есть предубеждение по этому поводу. Ну, в общем, не очень хочется прям в такой большой компании работать. С другой стороны, сфера довольно узкая. Даже в Google это будет узкая специальность. То есть я буду все время там что-то делать. Вот все говорят, что большая компания, это длинные процессы. Типа, пока ты свою фичу в прод закатишь, пройдет 10 лет. Вот. Я не очень хорошо знаю, как там это все работает. Но мне вот около Google достаточно комфортно. Вот внутрь я бы пока что не хотела. Может быть, когда-нибудь попозже. Но пока что во мне вот эти все синдромы самозванцев, они очень-очень жесткие. То есть просто мне кажется, что мне не хватает компетенции. Мне иногда кажется, что это у нас профессионально. Программистов, у айтишников синдром самозванца. Возможно. Но у нас есть эти люди, которые приходят к нам на собес. Я, кстати, гуру HTML. Вот так сказал чувак нам. Мы такие, вау, мы собесим гуру HTML. Это что, ученик Макеева там? Короче, начинаем фантазировать. И вот дальше картина, как со мной в Питере. Как верстать список? Я легко это в интернете найду. Но главное понимать принципы. Хорошо, давай по принципам пройдемся. Таких тоже хватает. Ну, они забавные, очень милые. Я всегда им лайк ставлю, там, подписку делаю. Типа, да. Вот, в общем. В общем, если кто-то из-за Скандинавии нас смоет, и кому-то нужна команда XSiberity Team Lead, либо XSiberity Strong Senior Developer, вот, пожалуйста. Да, 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 да. Человек, с удовольствием. Я готова. У тебя и блюкард у тебя уже есть. О, да, если бы это... Я не знаю, кстати, насколько это помогает в Скандинавии. А, Скандинавия же в Евросоюзе по большей части. Да, но у каждой страны свой блюкард, и они как-то не сильно законнекчены. А, окей. Я не думал, что вообще-то... Да, да, вот открываются интересные подробности, когда ты начинаешь владеть блюкард. И мне нравится, что мой блюкард еще, ну, такой, жестко полученный, потому что у меня вышки-то нет. В смысле жестко? В смысле, да, было сложно собрать документы, но они, слава богу, там подскосили некоторые требования, поэтому я смогла легче, чем могла бы. Мы это сделали, да. Ну, очень круто, что сделали. А то, что у тебя профильный колледж, они вышкой это не считают якобы? Нет, нет, они не считают. Они считают... Теперь на 4 года? До этого они считали 7 лет опыта работы подтвержденного, потом 5 лет опыта работы подтвержденного, потом им хватило трех. А я как раз 3 года работала в спуре, и поэтому мне в этот момент вот как раз ровно 3 года исполнялось. И мне повезло, потому что иначе мне пришло запрашивать документы у других компаний, в которых я работала. Я уже начала этот процесс, то есть они были даже не против меня все это предоставить, но это было бы сложнее и дольше. А так все, спур покрыл все. Доступность интерфейсов – это очень важная на сегодняшний день задача, особенно учитывая то, что интерфейсы меняются. И меняются они в сторону, как ни странно, чат-ботов, поскольку LLM-ки и Яй заполняет мир. И пока не поздно, я рекомендую всем вам впрыгнуть в эти знания, потому что грядет время, не через полгода, не через год, так через два, когда абсолютно каждому программисту нужны будут как минимум знания того, как использовать инструменты для усиления своей продуктивности, которая базируется на Яя. Ну а может быть даже знания, которые позволят интегрировать решения Яйные в свои проекты, начиная от бэкэндов, заканчивая программирование чипов, создание игр и даже обычных интерфейсов. Много людей, важных людей, значимых людей, которые разбираются в сфере, думают, что это новая база. И для того, чтобы не отставать от трендов, можно проходить курсы, можно следить за инструментами, слушать подкасты. Ну а я хочу предложить вам сделать это все в одном месте, сэкономить свое время и присоединиться к клубу «Эволюция кода». Клуб «Эволюция кода» — это закрытый клуб, который я делаю в свое несвободное время. Я трачу очень много времени для того, чтобы делать этот клуб. И клуб дает несколько преимуществ. Во-первых, я экономлю этим клубом вам время, потому что буквально каждую неделю, а то и чаще, выходят в клубе дайджесты, новостные, заточенные под программистов. Уже вышло 12 штук. И да, клуб существует буквально полтора месяца, нас там уже более 110 человек. Поэтому популярность есть, и люди отзываются хорошо. Поэтому экономлю время — это дайджесты новостные. Также вас там уже ждет более 16 часов в видео, в виде интервью с лидерами мнения, в виде мастер-классов по инструментам, а также мои обзоры на популярные инструменты. Поэтому там вы можете получать элевантную информацию о новых инструментах, типа по превью, типа артефактов антропиковских. Да, и вообще много видосов там будет появляться образовательного характера в том числе. Также каждую неделю мы собираемся с клубчанами, обсуждаем новости, обсуждаем будущее, которое ожидает нас как разработчиков. И не далее, чем на прошлой неделе мы делали... На прошлой неделе я когда это записываю? Это я записываю в воскресенье, да. Значит, на прошлой уже неделе мы делали разбор здоровенного документа Леопольда Ашенбреннера про то, почему к 27-му году мы можем ожидать появления Эйжая. На этой неделе, в понедельник, наверное, как раз когда выходит это видео, у нас будет продолжение этого разбора. Мы поговорим о том, как и я влияет на государство, и на нас с вами. И вообще у нас каждую неделю такие интересные клубные посиделки. На клубных интервью бывали Миша Ларченко. Вот недавно вышло интервью с Гришей Букуновым, в котором Гриша рассказал, чем он пользуется, как он видит продолжение искусственного интеллекта в программировании в ближайшие несколько лет. Мастер-классы. Уже на этой неделе у нас будет мастер-класс, например, по Айдеру. Скоро будут мастер-классы по тому, как использовать РАК, лангчейн и лангсмиты и все такое. Есть образовательная информация для совсем новичков. Я подготовил здоровенный документ на 20 страниц базовой терминологии. Сейчас работаю над видосом, где голосом, видео, и вместе с презентацией расскажу про эту терминологию. Есть информация о том, как пользоваться кодсоджерщинами, что это такое, какие инструменты для увеличения продуктивности и для того, чтобы забустить вашу IDE-шку, существуют. В общем, про все это вы найдете, всю информацию вот эту вы найдете в клубе «Эволюция кода». Это единое место, где разработчик может получать релевантную информацию и не распылять свое внимание на миллионы новостей, миллионы новых тулзов. Кстати, тулзы тоже в сообществе присутствуют. Я стараюсь каждую неделю добавлять по 3-4 новых инструмента, которые будут вам полезны. У нас уже более 50, по-моему, на данный момент 7, не более, а конкретно 57 инструментов описано. Их появляется все больше. Так что приходите, посмотрите. Стоит это, ну, копейки, 8 долларов в месяц подписка на сообщество. За эту подписку вы получаете и новостные обзоры, эксклюзивный контент от лидеров, мнение, общение, контакты с людьми, которые заинтересованы в том, что вы прокачиваете себя с точки зрения AI и смотрят в будущее позитивно. И вот знаете, без вот этого всего, что да нет, меня пронесет, ничего не будет такого. Все-таки мы разработчики, основная наша задача – это быстро обучаться и эволюцией кода именно этим мы и занимаемся. Так что жду вас. 8 долларов в месяц, буквально как половина вашего обеда ежедневного, тратите и получаете крутой контент. Увидимся в клубе. А теперь погнали дальше к интервью с Глафирой. Давай к доступности? Давай. Что за доступность-то такая вообще? Ну вот мы с тобой сегодня смеялись, знаешь, доступ, хотели в лесу снимать. Мы снимаем на улице, был вариант снимать в лесу, и мы подумали, что это было бы немножко красиво снимать интервью про доступность в лесу. Но вот кто-то может и так подумать, что это вот про такую доступность. Я как программист когда-то думал, что доступность – это всяческие там метрики того, насколько сервера доступны в интернете. Знаешь, там 99,9% в году. Но мы наверняка не про это будем сегодня говорить. Мы будем говорить про доступность интерфейсов. Да, да, это точно. Что ты вкладываешь в это понятие? Доступность интерфейсов? Мы всегда... То есть есть формулировка, что доступность интерфейсов – это делается для людей с ограниченными возможностями. То есть если у тебя там ты незрячий, у тебя там рук нет, может быть, парализован где-нибудь там ниже шеи, все полностью парализовано. То есть это твои а-ля ограниченные возможности. Да, да, да. Тело, либо даже психически, я так понимаю, надобывают. Психически в том числе, да. Сейчас особенно, кстати, много упора делается именно на когнитивные disabilities. Когнитивные. Да. И потому что раньше на них слабовато обращали внимание, они такие невидимые, это называется, да, невидимые особенности. И вот все говорят про людей с какими-то особенностями, ограниченными возможностями, но мы чаще стали употреблять формулировку, что доступность – это доступность интерфейсов для всех, потому что слишком много кейсов, ну как не слишком, но очень много кейсов, которые не относятся к людям с инвалидностью, но они все еще привентят нас от использования сервисов. Медленный интернет, и наши просто сайты вот так ложатся, и такие, типа, ну нажми на кнопку. Она визуально нажмется, но экшен никакой не произойдет, ну потому что мы там ждем ответа от какой-то пишки, сейчас она придет когда-нибудь, может и не придет там, типа, вот. Опять же, у тебя там есть пример с ярким солнцем, то есть когда я просто в экране телефона могу не видеть интерфейс, потому что он такой весь красивый, серый, там дизайнерские цвета пастельные использованы, ну ты листаешь, и просто белый текст на белом фоне. То есть ты такого рода доступность, удобство даже, наверное, какое-то использование, тоже включаешь в понятие доступности интерфейсов. Да, 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 потому что все это все равно достигается примерно одинаковыми средствами. Конечно, мы гораздо больше внимания уделяем явным таким особенностям каким-то, и, к сожалению, разработчики вообще в основном думают только про незрячих пользователей, что у нас сейчас самый частый кейс в работе, это когда ко мне приходит дизайнер и спрашивает, а зачем мы переделываем этот интерфейс, ведь незрячим он не нужен. А там, типа, расширить колонку можно только мышкой подвигать, вот, а пользователь с клавиатуры расширить колонку не может одну какую-то конкретно, там есть кнопка, которая расширяет все колонки, вот, но если ты хочешь одну, ты не сможешь этого сделать. Вот я говорю, давайте продублируем функциональность мышки в клавиатуру, чтобы пользователь с клавиатуры смог это сделать. А ведь в больших таких софтинах, где нужно много данных вводить, что-то там постоянно вбивать, ты с клавиатуры вот так сидишь, табаешься, пользуешься, то есть, ну, если прийти в банк посмотреть, они только клавиатуры практически работают, они там очень мало кликают мышью. Вот, и получается, что для всех существуют только незрячие пользователи, как самые расфоршенные, расхайпленные категории. Вот, на самом деле их, конечно, гораздо больше, и просто мать с ребенком на руках, это доступности кейс. Человек, который телефон поставил перед собой, навигатор смотрит, в машине едет, это кейс доступности. Вот, так что, да, такое обширное понятие, и много чего охватывается, если просто делать это. Тут еще сразу спрошу, разнообразие, это тоже про доступность или нет? У меня там в сценарии был вопрос про небинарные гендеры. Вот это вот, типа, например, я, как небинарная персона, хочу выбрать гендер при регистрации, и того гендера, который мне нужен, нету. Это про доступность или нет? Нет, это не про доступность, это больше как раз про инклюзию. То есть сервис не включает тебя, как человека другого гендера. Это к ним претензии, ну, в плане к ним и про доступность тоже претензии. Но физически ты можешь выбрать гендер. То есть то, что твоего нету, это как бы проблема UX, грубо говоря. Ну, кстати, вот прикольно, что UX и доступность тоже очень часто разделяют. И есть кейсы, когда действительно можно это разделить, UX как удобство использования интерфейсов. Но мы сейчас стараемся тоже это все немножко больше объединить, потому что все-таки мы про всех людей хотим разговаривать. Ну да, вот это больше про инклюзию. Можешь объяснить, как-то сформулировать чуть более четче, чем я формулирую, разницу между доступностью accessibility и инклюзивностью? Доступность и accessibility, они добавляют людей, то есть дают им физическую возможность использовать интерфейс. А инклюзия даже, я бы сказала, как-то культурно включает их в сервис. Там больше не про физические какие-то возможности, хотя у нас... Мы подкаст пишем, и у нас там на ютубчике... Инклюзивный ананас. К нам прикопались из-за слова инклюзия. Чувак под видео в ютубе спрашивает у нас, а почему вы называетесь инклюзивный ананас, если вы не про инклюзию, а про доступность? Типа, какого хрена? И я реально задумалась, то есть, а почему я считаю, что инклюзия и доступность это похожие понятия. И получается, что инклюзия... В общем, они как-то вот соприкасаются в каком-то моменте. И в нашем случае, мы когда рассказываем про доступность, доступный интерфейс способствует инклюзии, потому что он позволяет включать пользователей с какими-то ограничениями, с какими-то особенностями. И делая доступный, например, бэкэнд своего... Ну, не бэкэнд, а бэк-офис, например. То есть все говорят, типа, зачем делать бэк-офис доступным, если у тебя работают люди, очевидно, ты их нанимаешь. Ты не нанимаешь инвалидов, ты нанимаешь нормальных людей, типа. Вот. И зачем его делать доступным? Так вот, если ты его сделаешь... Обычных людей. Да, обычных людей. Если ты сделаешь его доступным, у тебя возможность будет вот с этим понятием инклюзии поиграться. Ты сможешь включить в свои процессы людей с ограниченными возможностями. И, типа, это топ. Ну... То есть получается, инклюзивность, я так понимаю, и доступность, это два разных множества, которые просто очень сильно пересекаются, но ни одно из другого следует. Для меня точно так. Мы над разными вопросиками работаем, но при этом действительно, вот в доступности очень важно добавить всех тех людей, которые не могут пользоваться интерфейсами, добавить их в это множество, и чтобы они пользовались. Но, да, все-таки отсутствие нужного гендера это не часть доступности. Ну, почему? Кто-то уже скажет, что... Тут просто самое простое объяснение, которое мне в голову пришло, когда я готовился, что доступность включает людей, которые не могут пользоваться интерфейсом. Пришли ребята, сделали его доступным, инклюзивно включили этих ребят. А есть люди, которые не хотят в силу убеждений либо еще чего-то. Но, с другой стороны, там, человек, который, например, не бинарная персона, тебе скажут, что это не хотение, это невозможность, потому что я не хочу быть мужчиной, я не мужчина или не женщина. Есть такое, да, есть такое. Но разграничили. Да, да. Почему в последнее время так часто про доступность стали говорить? То есть, почему раньше про это мало говорили, а сейчас появляются целые команды? Как ты думаешь? У меня есть такая догадка, что, во-первых, в целом стало более слышно все, что угодно говорят люди везде вокруг. То есть, сейчас все... Информация стала доступнее. Да, да. Информация стала доступнее, совершенно верно. Именно... То есть, мы стараемся сделать еще более доступной ее, чтобы она стала вообще всем доступна. И у нас, например, в русскоязычной среде становится более на слуху, потому что мы говорим об этом. То есть, все, кто продвигает доступность, мы там... Курсы, подкасты. Все люди, которые занимаются доступностью у нас в комьюнити, называют Вадима Макеева как человека, с которым они начали... От которого они начали эту информацию получать впервые. То есть, он начал на конференциях прям показывать скринридеры, показывать, какие проблемочки могут возникать. до него прям так вот никто не заинтересовывал публику. То есть, у нас это в основном потому, что мы разговариваем, но в Европах, в Америке это потому, что легально необходимо. То есть, они-то там всегда про это разговаривали, давно очень. То есть, этим актом очень много лет. И сам интернет изначально появился уже с мыслями о доступности. То есть, если не взять все, что произошло с ним, то он был очень доступный. Все, что было до JavaScript, было очень даже доступным. Потом появился див-кликабельный в целом, который заменил просто все. То есть, это я больше связываю с тем, что у нас этого не требуют по законодательству. И только начали разговаривать об этом, когда начали вот эти программистики делать всякие версии для слабовидящих на сайтах. Потом они приходят на интервью и говорят, о, да, я работал с доступностью, я настраивал версию для слабовидящих. Первые два интервью ты такой, вау, классно. А на третьем ты уже понимаешь, что версия для слабовидящих это что-то не то. Ну, то есть, да, хорошо, что ты ее настраивал, но, кажется, ты не знаешь, что такое доступность. Расхвалишься этим достижением. Но с технической точки зрения, конечно, это достижение. В общем, да, то есть у нас потихоньку начали говорить об этом больше и за комьюнити, мне кажется. И чем... Но при этом законодательную базу тоже сейчас обновляют в наших пинатах. Вот. И не знаю, что будет, но я вижу сейчас у нас очень большой рост в комьюнити. Но, честно, честно считаю это нашей заслугой, потому что мы постоянно об этом говорим. Мы стараемся себя впихнуть на каждую конференцию маломальски большую. Маломальски большую. на любую вообще конференцию. Я тут недавно подалась на конференцию, по-моему, в Испании где-то была. Они мне говорят, извини, у нас уже есть доклад по доступности, мы тебя не возьмем. Ничего себе. И я такая, ну, с одной стороны грустно, с другой стороны, опа, уже есть доклад по доступности. То есть, ну, большая доля заслуги в этом, конечно, все-таки отсутствие законодательной базы, но при этом присутствие энтузиастов. Вот. Как-то так это для меня выглядит. Так, хорошо. Не знаю, наверное, ап на один вопрос сюда сразу. Так как нету государственной мощной вот этой вот поддержки, лоббирования, в хорошем смысле слова, доступности в наших странах, многие программисты скажут, что для них это выглядит как просто лишний кусок работы. Ну, типа, я там делаю сервис для миллионов пользователей, чем мне париться еще по сотне другой. как ты с таким стереотипом работаешь? Или ты не работаешь с таким? Конечно, работаю. Я каждый день с этим работаю, но у моих программистов очень сильно грустит то, что им это необходимо на проекте. Вот. то есть они не могут этого не делать. Но они возмущаются каждый божий день. Я вообще не знаю, как у тебя энергии хватает возмущаться постоянно, зачем мы это делаем? Или типа там pull request прилетает, один пункт сделал, остальные забил. Отправляешь на доработку, два пункта уже сделано. Такой, ладно, мы добьем это дело. В общем, да, есть очень жесткие отрицаторы. Им это не кажется, наверное, каким-то крутым скиллом. Типа я на джейсе пишу бэкэнд. То есть надо популяризировать это как скилл? И мы этим очень часто занимаемся. Очень же похожая штука с тестами была. О, да. Прям очень похожая, она до сих пор существует. А теперь мы еще в тесты доступность заставляем их запихивать. Потому что есть такие возможности технические. Инструменты уже готовы для этого. Почему ты в своем джесте не настраиваешь проверку на доступность? Видишь, с тестами проще объяснить, потому что с тестами ты можешь зайти с той стороны, что тебе потом проще проект расширять в команде. Ты меньше будешь обращать внимание на какие-то ошибки, больше будешь уверен в проекте благодаря тестам. С доступностью так ты не подойдешь с этой стороны. Вот поэтому с доступностью надо подходить именно со стороны тестов. И мне нравится, откуда ты это показал. если ее туда вшить уже, ты добавишь туда пару строчек кода в сам тест. Типа проверишь элемент на тип, проверишь наличие каких-то атрибутов и нормально все будет. То есть она уже есть в тестах, тебе уже не надо много о чем заботиться. Ну, напиши ее только нормальной HTML, потом после этого надо. Но вот с чем я сейчас сталкиваюсь, это с тем, что разработчики, к сожалению, очень плохо знают стандарты. Особенно HTML, CSS для них это просто типа зачем это знать, это легко нагугливается. Это, кстати, да, это проблема. В последнее время вообще люди не хотят, работая с вебом, учить HTML, CSS. Да, и если ты говоришь, что ты фронт-энд девелопер, говоришь, что это гордо, это значит, что ты надул, изучил от и до, страдаешь там по поводу последней версии, что все пошло там не по плану. React великолепно знаешь. Это тоже буквально на днях в Твиттере девушка говорит, была на конференции и там React-разработчик говорит, если вы хотите, чтобы ваша кнопка стала доступной, добавьте ей роль-баттон. А кнопка у него это диф. То есть прям в коде человек для людей, которые не знают, что такое доступность, там ничего не объясняя, он не говорит, используйте баттон, он говорит, делайте диф роль-баттон. Кроме роли-баттон, насколько я помню, там он ничего не акцентировал, то, что для кнопки еще куча всего нужна, там табы индекс, чтобы был там с клавиатуры, чтобы попадал туда фокус и так далее. И там просто буря безумия. И в этой буря безумия человек пишет аргументы. Ну да, кнопка это плохая идея, потому что ее сложно стилизовать, типа она не может задизебленная быть нормально. Типа новая реальность, кнопок нет, есть дивы, которые выступают в качестве кнопок. Да, да, и просто там просто вот все аргументы, которые были предложены против кнопки, типа там, что кнопка типа кнопка сабмитит форму, если ее в форме указать. Ты просто, чувак, не знаешь стандарты. Баттон, тайп, баттон, твой баттон больше не сабмитит форму. Магия! У баттона есть атрибут disabled, о боже мой! Аперанс, нот, и до свидания, стиле. И там еще какое-то новое классное появилось тоже, которое все стили сбрасывает. В общем, ну, типа люди просто не знают стандарты. И, конечно, им сложно признать это все разрабам суровыми. Прям, ух ты! Почему-то еще андроид-разработчики очень сопротивляются. А йосники такие, типа, вау, ух ты, что-то новенькое. Словесникиши, они все про интерфейсы. А у андроидов, мне кажется, просто столько всех устройств, что ребята там просто такие интерфейсы, что за болото, дайте нам функционал потусать. каково нам в вебе? У нас вообще миллиард возможностей всего делать, использовать кучу библиотек и так далее. Там просто, короче, да, сложно. Хорошо. О технической реализации еще дальше поговорим. Перед этим хотелось бы услышать основные, наверное, сферы, в которых аксессибилити нужно внедрять. Вот прям не в каждом же наверняка проекте оно нужно. Или в каждом нужно? Окей, в каждом, возможно, нужно, ты мне сейчас ответишь. А в каких нужнее всего? В каждом нужно. Это непреложное правило. Не, ну подожди. Допустим, если у тебя приложение для шахтеров, которые пользуются там в шахте, наверняка там не будет людей, которые, я не знаю, не могут находиться в шахте. То есть для них наверное не нужно аксессибилити. Или у них аксессибилити своеобразная? Конечно, они будут своеобразные. Им нужна высокая контрастность интерфейсов, крупные элементы. То есть тут тоже аксессибилити просто на комплектную группу. Конечно, конечно. Это как раз таки ситуационные аксессибилити. У нас же несколько групп пользователей. Вот пользователи, которые в какой-то ситуации находятся, они тоже должны получать, типа там в Bookmade есть приложение книжное, и у него есть режим в автомобиле. Это когда ты слушаешь книжку. А, слушаешь, слава богу. Хотя не знаю, масштабы для чтения есть режим, потому что у меня папа вот так едет в вайбере. И ты, когда включаешь этот режим, все контролы становятся огромными. То есть, по сути, ты просто нажал на баттон, стоп, пауза, там, пролистнуть, бросил туда взгляд на секундочку, и все. То есть тебе не нужно искать этот элемент в интерфейсе. То есть, это же ситуация, доступность ситуации. То есть для групп мы тоже делаем. Конечно. Ну, давай для сфер. Да, для сфер. Это точно все сферы, где люди вынуждены находиться. Типа, иначе они сделать ничего не могут. Вот всякие государственные услуги, которые сейчас максимально стараются цифровизовать, все стараются в цифру перевести. И, типа, вот так просто они это быстро-быстро делают. То есть там же вообще забивают? Да. Там, в принципе, не особо часто работают грамотные программисты. Да, да. У нас забивают просто потому, что никаких требований особенных нету. Хотя они, конечно, есть, но никто этого проверяет, выполнил ты это требование или нет. Версия для слабовидящих есть на сайте? Вау, класс, все доступно, офигенно. Но там, где есть регуляция, там же вроде такой проблемы не должно быть, да? Там, где есть регуляция, да. То есть, если в команде есть процесс проверки, то, конечно, там будет все нормально. Ну, в общем, всякие государственные сервисы, все, что с образованием связано, по дефолту я бы делала доступным, неважно, это специальное какое-то образование или нет. Потому что образование должно быть доступно для всех. Конечно, конечно. Без всяких исключений. Вот у нас, например, в Бугоире, если ты на коляске, ты идешь с лестницы вниз. Серьезно? Ну, нет возможности у тебя человека на коляске на пятый этаж затащить, а аудитория вот для вас на пятом этаже. они таскают. У меня коллега просто работает, она сейчас научилась в Бугоире, и она говорит, они там затаскивали чувака на пятый этаж сами... Чего я удивляюсь, у нас на физфаке, по-моему, лифтов тоже не было. Ну, это еще зависит от здания. Понятно, старое, новое. Да, образование обязательно должно быть доступным, и, к сожалению, так много кейсов, когда тебя не берут учиться, потому что ты незрячий, но в то же время сейчас начали появляться кейсы, когда берут. И у нас, например, на курсе по доступности студенты незрячие приходят, они прям учатся сейчас конкретно в универах и получают свои знания, потому что в целом универы стараются как-то им эту информацию хотя бы адаптировать. Поэтому, да, в образовательной сфере обязательно медицина, но по дефолту должна быть доступна, просто потому что типа... Я слепой интроверт, я не хочу, блин, звонить в вашу клинику и просить меня на прием записать, меня трясет просто от звонков. Я хочу зайти на сайт найти свою формочку, записи, выбрать врача, записаться к врачу, все, пожалуйста, выбрать время, все, и не звоните мне еще, пожалуйста, в ответ, чтобы галка была, не перезваниваясь, пришлите смс-ку. Вот. Почему нет? Почему нет? В общем, да, или я там, не знаю, сижу над умирающим человеком, ладно, плохой пример. Но ситуация вот эта. У нас кладбище рядом. Настраивает на лад. Костел, кладбище, да. Нормальная тема. Да, в общем, все сервисы, где люди вынуждены что-то делать. Ну, как бы, это обязательно, да, интернет-магазин, это нигде ты вынужден. Ты можешь пойти в физический магазин, если ты, конечно, там цветок не стоит посреди пандуса. Вот. А можешь позвонить им. Вот. Если ты не мой, ты не можешь, но это другой вопрос. Так что да. Но вот такие вот всякие важные сервисы должны быть, конечно. Слушай, а насколько ты как, ну, по факту, менеджер технической команды, насколько ты вникаешь в проблемы целевой аудитории, для того, чтобы понимать, как для них делать интерфейсы. То есть, с одной стороны, понятно, можно стандарты заучить, понять, что, куда, как используется. с другой стороны, вот ты там про пандусы рассказываешь, про доступность в Багуире для колясочников, например. Вроде как тебе это, знаете, не особо не надо, ты же с вебом работаешь. А с другой стороны, надо ли? То есть, вникаешь ли ты в контекст своих пользователей? Скажем так. Более широкий, нежели веб. Я настолько люблю всю эту тему, что мне в целом все интересно. И моя суперспособность это ответить разработчику, а зачем это надо, каким пользователям это вообще пригодится. И я придумываю такие проблемы пользователей, о которых они даже и подумать не могли. Это не придуманные проблемы, это реальные проблемы. Но я всегда стараюсь, моя задача именно с точки зрения пользователя, понять, что происходит. Мне вообще плевать, как ты напишешь этот код. Мне важно, чтобы человек любой, и сейчас я придумаю, какой, или увижу и расскажу тебе, какие бывают люди. Ну, мне необходимо быть в этом контексте, чтобы прям дать нормальную доступность. У нас есть прям понятие формальная доступность, это когда мы по стандартам все сделали и успокоились. А есть реальная доступность, это когда человек заходит, и он не может этим пользоваться, но оно считается accessible. Вот я сейчас тестила сайт, есть такая классная сеть Walmart в Америке. Крупнейшая. Да, и они, естественно, должны быть accessible, потому что они в Америке находятся, и у них там все по законодательству, они обязаны это делать. А, да. Секшн 508 еще страшные слова. И я захожу к ним на страничку продукта, и я хочу, все, я знаю тот продукт, я просто искала себе тот продукт, который я знаю. Я его нашла, такая, о, класс, положить в корзину. И как зрячий пользователь из клавиатуры, я вижу все абсолютно, я вижу кнопку добавить в корзину, она с правой стороны страницы, как это обычно бывает, а с левой стороны страницы вот такая портянка информации о продукте. Вот. И я табаюсь по элементам, перехожу... А у тебя уже профессионально табаться, да? Да, это первое, что мы всегда делаем. Просто заходишь на сайт, тебе говорят, о, проверь сайт, То есть работает сайтом через клавиатуру. Да, да, ты открываешь сайт, тап-тап-тап, плохо, все плохо, ребят, я даже не вижу, где фокус мой находится. Ну вот ты идешь по этой страничке, ты доходишь до картинки продукта, и понимаешь, 15 картиночек, они все кликабельные, все фокусабельные, то есть они все интерактивные контролы. Ты сидишь и жмешь этот таб, потом после картинок вот такой слайдер, и там еще 17 элементов, которых не видно. Ты нажимаешь таб, ты попадаешь в первый элемент слайдера, второй элемент, третий слайда самого. И так каждый, и так еще 17, потом ты их все пролистал этим табом, такой сидишь уже, а когда же моя кнопка добавить в корзину, наконец-то? Потому что целевое действие на этой странице это нажать кнопку по факту. Да, и вот ты через все это идешь, потом ты доходишь наконец-то до этой кнопки, не факт, что ты хочешь ее нажать, у тебя нет возможности на нее быстро переместиться, как пользователя клавиатуры. Просто у тебя мышки нет, и мышкой не пользуешься. Прикольно, что пользователи скринридера незрячих, они могут туда легко быстро перескочить, а пользователь зрячей клавиатуры не может. Почему? Потому что скринридер читает как-то не по фокусам, а... У скринридера есть список элементов на странице к быстрому доступу. Он может переходить по заголовкам, может по кнопкам перемещаться конкретно. Если это... То есть ты можешь сразу им сказать кнопку и пошел. Да, да, да. Ты можешь найти, если это кнопка. Если это не ДИС. Если это не ДИС. Без типа. Да, да. В общем, и вот, ну, как, как мне работать. И вроде бы формально все доступно, супер классно, все там, стандарты не прикопаются. Хотя у них есть этот вот момент специальный критерий, который такие вещи должен регулировать. Вот. Но он условно как бы доступно. Вот. И поэтому, когда ты не в контексте пользователя, ты будешь делать вот это все и считать, что все классно. Вот. А потом приходит кто-нибудь, Глаша, и такая... А откуда ты этот контекст берешь? У тебя есть ребята, фокус, группа, откуда он берется? Или ты просто читаешь что-то? Я все сразу делаю. У нас в комьюнити много очень ребят. Мы вот как курсы по доступности проводим. У нас, во-первых, мы всегда тестировщиков классных находим, в основном незрячих. Вот. И в последнее время я много с кем работаю. То есть на курсы по доступности часто приходят ребята с функциональными особенностями? Да. У нас бывают студенты. И, конечно же, мы приглашаем лекторов. Со всякими разными. Там с когнитивными дисабельтами, с физическими какими-то осадностями. Чувака, который чипси вшивает в руку, чтобы платить на кассирку. Ну что, это нормально. Есть у нас такой очень классный Женя Некрасов, который просто дикие вещи делает со своим телом. Ты, кстати, могла тоже сильно там это после кота не расстраиваться, вшить ее сразу пять меток. Я подумаю над этим, потому что это очевидно меня долго не покинет. Надо как-то скрыть. Вот. В общем, да, в последнее время много стало ознакомиться именно с ребятами, у которых что-то, что-то есть. Мне очень нравится, у меня самый такой недавний опыт, это мы ездили в Берлин в феврале на гугловскую конференцию, и там был у нас, там живет наш знакомый слабовидящий, вот, Дима Глюз, и он, ну, он меня гулял по Берлину. Он меня. Кстати, Диму мы давно уже зовем, мы все никак не можем встретиться. Мы с ним хотели в Берлине встретиться. Ты был в Берлине? Он тогда заболел. Ага, но сейчас он вроде не в Берлине, вот. но, да, Дима, конечно, это, я вообще не знаю, откуда он берет свои слова и как он их составляет в приложении, это, ты с ним общаешься, совсем другое впечатление, но когда он на камеру разговаривает, ты просто такой, что? Кажется, что сейчас он какой-нибудь сморозит фигню, ну, потому что он такой позитивный, но очень настроенный человек, вот, и ты боишься чего-то, но он всегда так рационально все рассказывает, и ты просто такой, у него прикольная лекция есть, не лекция, а видосы в Ютубе, где он рассказывает, типа делает обзоры интерфейсов, и такой, да, 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 я тебя ни хера не вижу здесь, вы что? Это при том, что у него увеличение 800% и вот такой вот монитор, у него там 50 дюймов монитор был, и ты сразу понимаешь, что вот проблема, как бы, да, 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 то есть очень помогает смотреть кучу всяких видосов, мы на курсах постоянно показываем нашим студентам, как это может быть, какие есть разные залоги и так далее. Да, в общем, знакомство и прям визуальный пример это первое, что помогает. Ты можешь догадываться сколько угодно, как они это делают, но когда ты один раз увидишь и поймешь немного логику самого этого, как это, ментальную модель, построишь вот такую, то да, и много чего допускаешь тогда всяких других штук, которые... расскажи еще такой вопрос, когда ты начинаешь внедрять доступность в проект, есть формальная сторона, как мы уже узнали, когда ты просто стандарты реализуешь, есть вот сторона, когда ты реально о людях думаешь, как тут не вскатиться в перфекционизм, когда ты просто начинаешь миллиард юзкейсов обрабатывать и тратишь весь бюджет на доступность, то есть вот на проекте к вам приходит заказчик какой, нам надо на доступность сделать аудит, есть ли какие-то стандартные штуки, кроме стандарта, которые обязательно должны входить вот в это понятие доступности широкое? Ну, опять же, зависит от бюджета, естественно, к нам обычно не приходят, типа у нас бесконечная бюджетная доступность, к нам приходят, у нас есть 3 рубля и 7 минут, пожалуйста, сейчас же немедленно сделайте, как все плохо у нас там или как все хорошо, сделайте нам ревью и по минималочке. Что мы сейчас говорим про обычные проекты, то есть не про проекты для горняков, где совершенно понятно, какого рода доступность должна быть, а вот обширно, какой-нибудь Walmart приходит. Да, 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 Walmart приходит и говорит, денег нет, но вы держитесь. и они всегда требуют формальную доступность, они никогда не требуют там улучшить что-то. Мы еще не на этой стадии находимся. Потому что законодательство, видимо. Да, да, мы еще не здесь, но мы очень туда стремимся как комьюнити, чтобы именно с точки зрения удобства все-таки начать рассматривать и UX, потому что сейчас это все у меня, по крайней мере, на проекте это так происходит. Вот это, чтобы сделать хорошо, нужно 17 стори-поинтов, а чтобы сделать доступно, нужно 2. Берем 2. Вот так это происходит, особенно в условиях скорости, потому что чаще всего просто так никто не приходит к тебе с требованием доступности, они приходят после какого-то обращения, типа, пришел из суда чувак и говорит, у вас 2 месяца или штраф. Тут, кстати, вполне мерило нормально есть, все юристы могут сказать, сколько ты штрафа заплатишь, и, например, половину бюджета штрафов кинуть в разработку доступности уже вин-вин. Да, да. Некоторые предпочитают 100% бюджета штрафов кинуть в штраф и забить на доступность. Поэтому и так и живут, то есть они прям платят штрафы, они не делают доступность, потому что им это, они считают, что им это дороже выйдет. И я не знаю, возможно, каким-то крупным компаниям действительно может быть дороже сделать доступность, просто это не на один раз, это continuous process, который постоянно, постоянно итеративно продолжается. Но ты говоришь формальную доступность, вот практически все требуют, а формальная доступность, она сколько, в принципе, покрывает, ну так вот, навскидку кейсов? То есть если ты формально по стандартам соблел, соблел все, то можно ли это назвать уже минимально доступным интерфейсом? Будет ли им сильно уже удобнее пользоваться целевой аудитории? Или все-таки там еще миллион чего допиливать надо? Не, конечно, он станет гораздо удобнее. И, по крайней мере, ты сможешь там совершить все целевые действия. Ну, на это как бы идея вся и кладется, что ты должен пользователю дать возможность целевые действия совершить. Но через что он пройдет, при этом вот это не учитывается, но ты можешь, типа пользователь, ты можешь сделать это. В общем, пока что все сводится вот в эту формальность. И, ну, ты покрываешь, типа, при наличии ручного тестирования, то есть автоматизированное тестирование тебе дает где-то процентов 50, условно, покрытие всех проблем. Вот. И дальше уже ручным тестированием ты тестиваешь, что-то правишь, у тебя где-то, ну, процентов 85, ты считаешься уже, ну, и почему еще 85? Потому что ты же не весь стандарт берешь, а ты берешь только два уровня стандарта, их там три. А что за уровни? Уровни, то, что 2А и 3А, и 17А, в случае, если это Глаша. Типа, А это самый минимальный уровень, необходимый для прям супербазового удовольствия у пользователя. 2А это необходимо достаточный. И это тот, который требуется по законам. То есть, если ты сделал А, ты не можешь сказать, что ты доступен. Вот 2А, ты уже можешь сказать, что для большинства пользователей твой интерфейс становится доступным. 3А используется в самых специфических случаях, когда этот интерфейс предназначен для пользователей с ограниченными возможностями. 3А интерфейс. да. Это какая-то международная стандартизация или что это такое? Это вот этот вот стандарт в ЦАК, WCAG. У него как раз таки идет разделение на вот эти уровни. То есть, каждый критерий, допустим, там доступность с клавиатуры критерий, и у него есть несколько уровней. В случае, там, А, ну, я не помню, кстати, есть ли у доступности с клавиатуры общая. А, он сам по себе А. То есть, все компоненты, которые интерактивны, обязательно должны быть доступны. Это минимальное требование. Да, скипнуть это никак нельзя. Вот. Скипнуть можно какие-то когнитивные штуки. Типа, там, чтобы интерфейс был там суперпростым языком написан, по-моему, там требование как раз таки 3А. Вот. У нас есть такой, мы читерим постоянно с ним, пункт, называется Target Size. То есть, размер области, кликабельной, на которую ты тыкаешь. Вот она должна быть 44 на 44 пикселя минимум. Довольно большая, дизайнерам не нравится. Особенно, где много-много кнопочек иконочек насована, они вот не любят это. И раньше в стандартах она была 3А. Вот. А я два года, сама того не зная, заставляла всех делать 44 на 44, потому что это требование доступности. То есть, ты повысила уровень до А. Да, я повысила, понизила до А. Вот. И в новых стандартах 2.1 сейчас текущие, 2.2 будут там выпущены в ближайшие месяцы. Его как раз-таки до 2А подняли. То есть, он теперь обязательный для необходимой, обязательной. Вот. И получается, что мы немножко на упреждение сработали. Но в целом, да, вот это разбиение по уровням 2А, все пункты по 2А должны быть соблюдены. Их там... Слушай, а этот стандарт, он берется... Почему? Потому что его потом используют в каких-то сертификациях государственных? Да. Ну, он вот рецешный. То есть, он изначально как бы создан для интернета. да, то есть, он стандарт. И его все... его всегда упоминают в законодательстве. Ну, как бы HTML тоже стандартный. Никому не мешает дивами кнопки делать. Понимаешь? Но все еще можно их сделать доступными с помощью V-area стандарта. знаешь ли... Да. В общем, да, в ЦАК везде, во всех законодательствах упоминается. В нашей области, там, в США, в Европе всегда вот этот документ берется за основу. У нас его очень сильно перерабатывают, что-то от него выкидывают, перевозят его на русский и такие, вот так, чтобы было. Минимальные какие-то супертребования оставляют. Подгоняют, чтобы еще версия для слабовещих вот это все подходило и все будет великолепно. Вот. В общем, да. То есть, такой основополагающий документ для всех нужный, важный. Раз уж мы в ЦАК, в ЦАК, Web Content Accessibility, Сабилити Гайдлайнс, помянули? Давай немножко конкретнее про него поговорим. Я читал, что там есть несколько уровней, не А, хотя, может, на английском они как А, но там, типа, есть воспринимаемость, управляемость, понятность и адаптация. Сразу надо сказать, что я это прочитал где-то на русскоязычном сайте, который уже это как-то адаптировал. Да, плоховато адаптировать. Плоховато, да? Давай, по списку пойдем сейчас. Нет, на самом деле это не уровни, это, ну, как разделы. Разделы. Это основные принципы. То есть, это четыре принципа доступности, скажем так. И причем не обязательно знать весь в ЦАК, но если ты понимаешь сами эти принципы, то ты уже можешь свой интерфейс осматривать с точки зрения этих принципов. и там их, да, четыре, но они немножко по-другому типа называются, ну, точнее, как воспринимаемость, управляемость, понятность и надежность в последнем, по-моему, называется. Ну, как, его по-разному переводят, он типа robust. А, я адаптация сказал. Это у меня с ЦАК. Да, адаптация это часть, ну, то есть, это тоже очень важный момент, но это часть одного из этих интерфейсов. Ой, интерфейсов, говорю, как там, принципов. Вот. Ну да, но тут все как бы должно быть более-менее понятно, что воспринимаемость, неважно, с какого там устройства, с чего зашел твой пользователь, он должен иметь возможность воспринять твой контент. Неважно, видит он его, не видит, слышит, не слышит и так далее. И здесь у нас очень много вещей, которые надо реализовать дополнительных. Типа, у тебя есть видео на сайте, добавь субтитры. У тебя есть звук, добавь расшифровку, потому что есть люди, которые не могут слышать и надо читать. Я только сейчас понял, почему у вас на сайте подкаста есть расшифровка. Прикинь. Я вчера сидел, подкаст слышал, захожу на сайт, смотрю, для каждого выпуска расшифровка, думаю, нифига себе, как вы запариваете. Это же сложно делать, долго. только сейчас допер. Вышь про это, вышь про это. Да, мы себе не можем позволить выложить звуковую дорожку без огромного куска текста под ней. И, конечно, блин, это на самом деле очень классный процесс, и мы заюзали для него виспер. Да. И там у нас вот мы с Таней Фокиной ведем подкаст, а у нас там за нами еще целая команда тусит, которые постоянно нам помогают вообще совсем подряд. И вот Тани, муж Вася Дудин, он как раз-таки занимался переводом в ЦАГа на русский язык. У нас вот есть в ЦАГ на русском, целый сервис такой. И вот Вася в том числе это делал. И он как раз-таки сделал возможность выспером расшифровывать подкаст. Он нормально с русским языком работает? Да, он нормально, он хорошо работает. То есть ребята мне сказали, что не сильно много править. Я сама еще не пробовала, и мне еще предстоит попробовать. Мы как раз настроили среду у меня, чтобы я могла расшифровать. Вот. И так быстро очень настроили, типа даже на винде, ну, казалось бы, на винде все часами просто настраивать надо. Ну, anyway. Вот. Так что мы используем искусственный интеллект для расшифровки. Да. Но потом мы сидим два часа, правим эту расшифровку. Так что в целом Окей. Так, тут надо сделать перерыв, потому что сейчас тут будет музыка играть минуты две-три. А ее хорошо прям слышно будет в микрофоне? Да, да, да. А нет, не минуты две-три. Они каждый час играют. Это то, про что я говорил, что здесь вот постоянно играет музыка в костерах. Ну, всем пофиг. Привыкаешь быстро. А они ее сами играют или это запись? Там колоночка сверху стоит. По утрам в девять утра. Зазывают, короче. Наверное. Намекают на что-то. Сейчас всего лишь три-ноль-один. Чего тут? Почему не вызывать-то? Причем, мы прожили год. Мне через год только в твиттере какой-то человек пишет, типа, как вы в этой Польше живете, там же по утрам у вас церкви будет. И я через год такой, блин. А реально же в девять утра церковь звонит, но ты вообще ее никак не воспринимаешь, спишь себе спокойно. Ну, как-то, спокойная музычка, все нормально. Не алярм. У нас какой-то на районе прям как не алярм, но что-то... Кажется, что какая-то другого типа церковь созывает кого-то. Иногда такой звук, но очень похожий на сирену. Но только у нас на районе, больше нигде такого... Может, турецкое что-нибудь? В Турции же там постоянно тоже играет молитва. Ну, там вообще какая-то специфическая штука. Ну, ладно. Окей. Так, ну что, продолжим. Да. В общем, это про воспринимаемость. Картинки должны быть подписаны, потому что зрячий воспримет картинку, незрячий уже не воспримет картинку. То есть для него нет информации о том, все, что там, картинки в тексте сделаны. Контрастность, считаемость, это тоже воспринимаемость? Контрастность, считаемость, это уже там про другой... Это больше про понятность. Вот. То есть мы как бы... Мы можем воспринять интерфейс, мы можем не понять, просто потому что его не видно. А, допустим, цветовые маркировки? Ну, когда у тебя инпуты валидируются неправильно красным цветом? Понятно, что незрячий никогда в жизни этого не увидит. И никаких... Ну, знаю, есть же такие разработчики, которые вообще никаких ошибок не выдают, просто красным подсветили, и все классно. И это еще тоже... Ну, то есть это проблема понимания, что у тебя... Ты не понимаешь, что произошло, собственно. То есть это часть понятности. Окей. Вот. Ты... Вот это вот про цвета тоже, передача только цветом чего-то, состояние инпута, например. Если ты видишь интерфейс, и у тебя нарушение цветовосприятия, ты можешь видеть, как черный. А рядом такой же черный, но типа красный и черный. Вот. Для тебя они оба черные. Или там светло... Ну, не светло-коричневый, но такой коричневатый черный. то есть у людей с нарушением цветового восприятия еще чаще снижено восприятие контрастности. То есть они могут не отличить вот этот темный коричневый от черного. И получается, что нужно обязательно добавлять какие-то дополнительные элементы, чтобы показать. Ошибка. Вот. Причем текста не всегда достаточно. Это может быть какой-нибудь воскресательный значок. И это будет про воспринимаемость больше? Да. Это будет про понятность больше. Про понятность. Ну, то есть ты... Тебе все равно какой-то индикатор есть, как бы, ошибки. Ну, ты должен типа понять, что это ошибка. На самом деле, конечно, там все замешано очень сильно. И я иногда смотрю на критерии и думаю, а ты что здесь делаешь, критерии? Типа, пойди в другой пункт, в ЦАГа. Их иногда тоже мешают, места меняют, все-таки переносят. Вот. Так что да. Ну, мне, наверное, больше всего проблем вызывает критерий вот именно в разработке. Это последняя группа критериев. Это, собственно, вот эта вот надежность. А туда зашивается правильность написания кода и, ну, вот парсинг называется прям пункт. Хотя я слышала, что его хотят из нового в ЦАГа выпилить, потому что типа уже все нормально, типа браузеры уже сами могут там нормально парсить. То есть это вопрос про про валидность кода? Да. Да, именно про валидность. Мол, типа невалидный код, может, ридерами плохо считываться? Конечно, конечно. То есть у тебя браузер может дорисовать, если ты тег не закрыл, браузер в целом допирает, что произошло, а скрипт в интернет. Он будет считать, что это одна огромная длинная кнопка, которая заканчивается неизвестно где. Вообще у меня так было на днях. В общем, да, и там же идет самый мой любимый пункт, он называется name, role, value, и под него всегда можно чуть ли не все ошибки разработчиков подвести, потому что это неправильное использование типа элемента, неправильное задание имени элементу, неправильное использование каких-то значений этого элемента. То есть ты, допустим, так, давай-ка сейчас пройдемся. Ты такая неправильная название name, так вот обычный разработчик скажет, что name нужен только чтобы в input правильно через input передать форму данные, все, что там еще? Да, и это не тот name, который мы имеем в виду, конечно же. Это вообще, этот name вообще никакого отношения не имеет к доступности, но постоянно используется в качестве отговорки. Но атрибут один и тот же, просто разный, нет? Нет, 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 name используется для передачи данных, собственно, на сервер. Либо там, чтобы радио баттоны в группу собрать, но собственно финал передачи данных на сервер. А здесь нужен так называемый accessible name, то есть это имя, которое будет озвучено ассистивной технологией, либо написано, либо еще как-то выдано пользователю, когда он запросит, что это за input. А как его прописывать, что за атрибуты? Так вот, такое чувство, что когда разработчики пишут, они задаются вот этим вопросом, типа, а как, а как, accessible name, что-то сложное. Смотри, берешь input, берешь тег-лейбл, связываешь их через фор, вуаля, и получается accessible name для input. Но у тебя есть еще... Вот для чего нужны форы в лейблах. Да, но у тебя еще есть куча разных способов, как задать accessible name с помощью нашей спецификации ва-аре. Это вот как раз таки все эти ария-атрибуты, которые мы дописываем. Мне больше... Ну, то есть, самый прикольный прикол, это то, что в Bootstrap в четвертом, по-моему, в четвертом начали эти арии-атрибуты добавлять, и все, когда начали активно им пользоваться, они начали их оттуда выпиливать. А они выпиливают из HTML, но тот, который JS-ом добавляется, они не учитывают. И получается, что часть атрибутов была в HTML, а часть дописывается еще JS-ом дополнительным, потому что они в соответствии с каким-то действиями пользователя добавляются. и все равно они там есть, и они неправильно работают. валидация пошла коту под хвост. Но HTML-валидаторы раньше на это все плевали, то есть, они арии-атрибуты особо не валидировали. Сейчас тоже так не очень еще... Ну, нормально, нормально. Арии-атрибуты, они же... Это не мы. Они же не в стандарте, да? Не в стандарте HTML-овском. Они не в HTML-овском стандарте, но не в свой отдельный стандарт. Окей. То есть, вот этот в area-стандарт, они как добавочные, то все в HTML, не надо их по дефолту вписывать. По дефолту в HTML-овсе это уже есть, если использовать нативные элементы. То есть, типа, у баттона внутри зашит атрибут роль равно баттон. И в браузере можно посмотреть это в инспекторе. То есть, он допишет это в доме? Он не допишет это в сам... Ну, в elements он не допишет это, но когда ты тыкаешь на баттон, у тебя есть такая вкладочка рядом accessibility. И ты в этой вкладочке видишь все area-атрибуты, которые прописаны по дефолту этому элементу. То есть, которые, типа, явно, неявно заданы ему уже. И тебе не надо их писать. Это тоже такая проблема, когда разработ такой, что, сколько всем роль-роли раздам, баттон, роль-баттон, нав, роль-нав, нав, роль-нав, такой нету. Есть navigation тоже, блин, название тега, название роли не всегда совпадает, на что покупаются очень многие. В общем, да. О чем мы там с тобой говорили? Это мы говорили про последний пункт надежность. Да-да. И вот этот пункт очень часто проседает, потому что разработчики пытаются эти area-атрибуты вставить вообще везде, где ни попадя, и они не знают, как ими пользоваться. И получается вот такая ерунда. Особенно с accessible name. Ты можешь связать label и for-атрибутом к input-у привязать, но а что если у тебя span, а не label? Что если у тебя span над филдом, и там текст написан? Визуально-то все классно, это label над филдом. Но ассистивная технология вообще без понятия, они программно не связаны. А если ты напишешь в стилях display, а display label нет такого, да? Не, это все равно они не будут связаны с input-у. То есть их нужно законнектить как-то программно. И вот это вот name-roll value, оно программное представление элементов. То есть элементы программно должны отдать опишке, которая с них что-то требует, конкретные значения. Но тут же основной смысл, я так понимаю, в том, что следуй стандартам, не выдумывай, и все будет нормально. Потому что типа скринридеры в основном используют, они читают по стандартам. Да, в 90% случаев так и есть, но есть элементы, которых до сих пор нет в стандартах. То есть, например, вкладки, которые хотят, кстати, сделать скоро табы в HTML. Есть табы? Их хотят сделать, но их нету. Но как виджеты... но они уже где-то есть как виджеты, да? Да, как виджеты. То есть в этой в area спецификации ты можешь сообщить скринридеру, что он сейчас на вкладке находится, что он на активной вкладке, что их столько-то этих вкладок, если правильно все закодить, конечно. Что там в контенте вкладки находишься. То есть в area очень много есть того, чего сейчас нету пока что еще в HTML. Взять тот же... Очень часто кастомные selectbox'ы делают, потому что, типа, картинки в них нельзя вставлять, еще что-нибудь. Но как раз сейчас уже добавили, типа, в HTML такой selectbox. И, ну, там уже его еще впрод нельзя как бы гнать, но поюзать, попробовать его уже можно. То есть это такой более кастомный компонент получается. Но при этом он уже, грубо говоря, нативный. То есть нам не надо вот эти все... Если ты делаешь на девах его, естественно, скринридер не поймет, что это он не сможет его нажать, вывалить оттуда данные, выбрать данные какие-то и нажать снова. Так не получится. Если ты не пропишешь кучу Aria ролей и кучу JavaScript еще дополнительно не набросишь. Вот, в общем, в area спецификации гораздо больше всего, чего еще нет в HTML. У меня тут левый вопрос родился. А можно делать вообще красивые современные интерфейсы, которые будут полностью доступными? То есть доступность не равно современность или нет? Это частая проблема, что все так считают, что не получится сделать хорошей контрастности интерфейсы, чтобы они были красивые. Но, блин, ты дизайнер, у тебя перед тобой стоит задача сделать красиво и сделать доступно. Это творческая задача условно. То есть чуть посложнее просто. Она чуть посложнее, да. Ты об этом никогда не думал. Тебе нужно... Там этого UX-а должно быть заложено много. То есть это такой челлендж для тебя. Наши дизайнеры сейчас... Я бы сказала, им очень нравится работать с доступностью. По крайней мере, они мне говорят, что, блин, как классно, что вы появились в нашей жизни, потому что мы очень много нового делаем. Мы недавно тоже подкаст писали, и там был такой мотив, как внесение всяких внедрений и инноваций из-за того, что приходится модернизировать как-то интерфейс. И ты, как дизайнер, начинаешь нестандартно мыслить. Это очень-очень круто. И, конечно, можно сделать очень классные интерфейсы и доступные. Но, да, с учетом всех-всех контрастов и прочих-всех штучек. Мы еще не поговорили про управляемость. Мы ее перескочили. О, управляемость это тоже бич. Это то, что, конечно, первое ты видишь, когда табом начинаешь с клавиатуры ходить по сайту. Вот. Таб-индекс. Это штука, про которую вообще никто из разработчиков не знает. Они знают, что можно задавать вообще любой, какой хочешь, от одного до 9-9-9-9, что-то там. И они этим активно пользуются. Таб-индексы не трогаем. У нас есть только варианты поставить таб-индекс минус 1, ноль и единицу. Все. Минус 1. О, слушай, а единицу даже у нас нет варианта поставить. Минус 1 и ноль. Минус 1 говорит, что элемент недоступен с клавиатурной, его можно зафокусить с JS, и такое у нас бывает. Зачем? Див зафокусен из JS. Это либо секция, либо там что-то. Это когда нам надо фокус перенести в какое-то место. То есть ты там, допустим, проскролил страницу, по нажатию на какую-то ссылку ты подскроливаешь к месту. Вот если таб-индекс минус 1 этому месту не установить, то мы не сможем туда перенести физический фокус клавиатурный. Он останется там наверху. И, ну как, это если девами это все делается, если это делается якорными ссылками, то фокус физически переносится по нативному HTML. Но если ты это как-то по-другому там фантазируешь, или ты перебиваешь поведение ссылки там или еще что-нибудь, в общем, вот этот таб-индекс минус 1 на нефокусабельном по дефолту элементе, на неинтерактивном, позволяет тебе этот фокус туда перенести. И, собственно, пользователя туда скринридера, например, тоже перенести. И пользователя клавиатуры, он отсюда начнет табаться. ноль делает твой элемент доступным с клавиатурой. А по дефолту что там? Зависит от элемента. Если это интерактивный элемент, то по дефолту таб-индекс 0. А как тогда последовательность табуляции выдерживать? Делай ее по коду, пожалуйста. Ну вот ты же говоришь, там в Волмарте, тебе надо 500 миллионов ссылок сначала табом пройти. Вроде как таб-индекса можно было бы сразу там эту кнопочку. Это супер не приветствуется. То есть сегодня ты задал этой кнопочке таб-индекс там 10, и пользователь сразу это причем по всей странице учитывается. То есть а всем остальным элементам до нее ты задашь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Нет. Ты не будешь сидеть и при изменении количества элементов в меню все, съезжает, слетает твой таб-индекс. Там другие немножко применяются подходы. В данном случае есть такое понятие как skip-link. То есть ты табришься на какую-то ссылочку, она вылазит, например, когда ты попадаешь на нее фокусом, она появляется в интерфейсе, она говорит перенести в область. И это просто якорной ссылкой ты переходишь в нужную тебе область. Но пока ты табами не пользуешься, ты ее не видишь, эта ссылка? Прикольно. В гугле так работает? Сейчас везде есть много где, на иностранных ресурсах особенно, есть вот этот skip-link в самом верху сайта. Когда ты открываешь сайт, у тебя фокус еще только в самом начале, ты нажимаешь таб, у тебя появляется ссылка перейти к основному контенту. В гугле этих ссылок несколько. То есть ты находишься в строке поиска, что-то вбиваешь туда, и у тебя открывается в странице результатов, ты как пользователь из клавиатуры, вот все это, там же еще куча дополнительных всяких ссылок до результатов, что-то сбоку, что-то там слева-справа. Ты нажимаешь таб, и у тебя три таба идут по трем вот этим скрытым ссылочкам, которые переносят к разным частям контента. Это какой-то стандартный функционал или это javascript настройка? Это суперстандартный CSS, на фокусе делаешь топ-20 вместо топ-минус-один. Прикольно. Прикольно. Да, да. Пожалуйста, делай его там внутри элемента, элементу там позишн, релэйтив, этому абсолют, засунул его за пределы элементов, все его не видно. То есть это просто с CSS-ом делается. Обычная ссылка якорная, там где-то твой якорь лежит, все, табнулся, он фокус, ну, точнее, не он фокус, а двоеточие фокусы, все, и все, круто, круто. Да, это уж вот-вот, это все очень просто, очень много чего в доступности делается просто, но из-за того, что оно не было сделано изначально, ты теперь будешь шпилиться с этим 17 стори-поинтов, собственно. Управляемость, это только про доступность клавиатуры или это еще про что-то? Это в том числе, ну, то есть большинство критериев там именно про доступность клавиатуры, но мы же еще управляем разными другими ассистивными технологиями, типа мышь тоже считается элементом управления и она по-другому работает, чем клавиатура, у нее другие задачи. Все, что тачим и голосом. То есть есть группа людей, которые могут взаимодействовать с интерфейсом только через мышь без клавиатуры? То есть клавиатуры не могут пользоваться? Например, у тебя, опять же, парализована там какая-то часть тела, они в зубах держат такую палочку, типа стик, и они вот этим стиком, понятно, что они могут им нажать что-то на клавиатуре, если что-нибудь там надо будет. Ну это физическое сложение. Да, но в основном они пользуются как бы мышью. То есть и для такой группы людей там самая большая, я так понимаю, задача, это клавиатуру визуальную какую-нибудь вывести или нет? Ну это делается операционной системой, тут не надо ничего заморачиваться. Во всех операционках. Тогда какие могут быть проблемы? Вроде как мышкой все можно управлять? Смотри, есть такой пункт target size. Ты делаешь, короче, я просто, чтобы ты понимал, сегодня твит, да, там одна строчка написана в нем, а ниже написана, ну ниже кнопка перевести. Вот, я не могу нажать на эту кнопку, потому что, если я нажимаю куда-то в области этой кнопки, я нажимаю либо на человека, либо на весь твит, и мне открывается новая страница с этим твитом, там я тоже на эту кнопку попасть не могу, никаким пальцем, ничем вообще, ну у людей просто овстенькие пальчики. Вот этот target size, он в том числе про touch, то есть это не обязательно мышка, ты на телефоне не пользуешься клавиатурой, но это и есть твоя управление мышью. Я понимаю, у меня большой палец часто на такое наталкивается. Вот, вот, то есть, и опять же, там voice control тоже, ты управляешь голосом, причем есть возможность управлять интерфейсом голосом, вот типа у тебя винда, в ней прям встроена система, которая делит твой экран на квадратики, и ты говоришь, нумерует, ты говоришь, в каком квадратики какой элемент нажать. Это не то же самое, что скринридер? Нет, это ты голосом, ты видишь интерфейс, ты не можешь, не видя его, этим пользоваться. Это твой voice control, то есть ты управляешь голосом, интерфейсом, ты не можешь двигаться, но ты можешь говорить. И вот в этом случае, если ты видишь название поля и говоришь своему voice control, вставь, пожалуйста, в это поле фокус, он такой, а я не знаю, какое поле, а ты такой, в смысле, вот же название поля, он такой, я без понятия, а оно программное название не связано с полем, и все, типа, там спан, спан, нормальное тело. Слушай, прикольно, я вообще не думал про кейсы с мышкой, в принципе, что-то было, но не думал, а тут еще и voice control. Да, очень много, и много, ну вот, в телефоне ты много чего с голосом можешь сделать, то есть какие-то интерфейсы прям настроены, то, что ты только голосом им управлял, что тоже не всегда хорошо, потому что у тебя может не быть голоса, если прям весь там поиск по приложению какого-нибудь голосового работает голосовым управлением, всякие специфические прилаги так делают, то такое, типа. Что-то, что-то из, давай так, сейчас я спрошу про вспомогательные всякие технологии, типа там, клавиатура Брайля, это совсем уже кейсы в управляемости, когда вы задумываетесь, как будут к сайтам подсоединяться вот такого рода устройства, или свитчеры какие-нибудь умные? Мы не задумываемся об этом, ну как? Они будут работать с интерфейсом? Они будут, потому что мы всегда, когда делаем доступность, мы обеспечиваем клавиатуру, мышь, войс и тач. Вот эти четыре штуки, они покрывают все ассистивные технологии. То есть они входят в А, вот в этот стандарт А или нет? Там, там нет такого типа, ну, то есть туда, кстати, они применимы стандарты. Это просто четыре типа управления интерфейсом, которые дальше используются разными ассистивными технологиями по-разному. Свитч-контролы, они, ну, по сути, там, ну, две кнопки, они что-то просто нажимают, то есть как будто бы клавиатура или как будто бы мышь. Ну, мышь, понятно, стик, понятно, тач тоже. И вот скринридер, например, это тип восприятия клавиатура. То есть мы для скринридеров должны обеспечить все с клавиатурой, потому что они больше ничем не пользуются. Клавиатура Брайля это вывод, то есть это вывод информации. Это для незрячих, которые еще и не слышат. И они скринридер устанавливают на компьютер, чтобы он им голосом выдавал информацию. И вот клавиатура Брайля воспринимает от скринридера информацию. Она эти выводят тексты, да, это просто как дополнительная ассистивная технология, но она просто как бы подключается ко всему этому. Ты говоришь, что уровни А, 2, 3 А не матчатся на вот эти вот пункты? Потому что в каждом пункте есть критерий, а у каждого критерия есть сложность А, 2 А и 3 А. Ага. То есть, если мы соблюдаем на сайте, следуем на сайте, например, там, А, стандартизации, тоже так назвать? Тип? Уровню. Уровню. Уровню А, то это не обязательно значит, что у нас сайт будет поддерживать ввод, работу с клавиатурой полноценную. Обязательно. клавиатура А. А, окей, все, хорошо. Меня это больше всего волнувало. Не, клавиатура это А, это просто ноль, это ноль, я бы так сказала, минус А, потому что да. Но у нас есть сервис, называется How to use ВЦАГ, и он довольно-таки интерактивный, ну, точнее, не довольно-таки, а интерактивный. Там можно просто фильтрыки настроить себе, то есть там, по сути, все пункты ВЦАГа перечислены по порядку, вот, и ты рядом фильтрики, значит, я хочу 2А, то есть ты выбираешь А, 2А, и тебе все критерии только по твоему фильтру вываливаются, вот, и ты просто не обращаешь внимания на 3А критерии, вот, то есть target size ты не будешь на него обращать внимания в текущем стандарте, потому что он 3А, он просто выйдет оттуда и закроет за собой дверь, вот, и ты должен поддержать все эти, которые тебе фильтр выкинул, вот, так что удобно. Основные инструменты, которые ты используешь, есть ли у тебя какой-то джентльменский лейди, лейди набор инструментов необычных, которые ты используешь для аудитов? Да, это называется мои мозги, судя по всему, они не очень обычные инструменты. Ну, смотри, есть, например, валидатор HTML, который там V3C.org предоставляет. Да. Есть ли такое что-нибудь для accessibility? Конечно. Самый у нас сейчас популярный инструмент, это, собственно, Axe DevTools, вот, бесплатный, часть функций у него платная, я надеюсь, что так и останется, но что-то мне подсказывает, что они идут в сторону платности, но его дальше уже используют все другие инструменты. Это плагин какой-то для браузера, или это что-то отдельное? Это плагин для браузера, этот плагин, это пакет NPM, который вы можете поставить к себе в тестирование, добавить еще там дополнительно, вот, у него там еще для чего-то есть реализация, по-моему, для мобил у них даже какая-то есть реализация, в общем, они взяли это так, скоро, это называется их основной пакет, вот, и они там все эти функции проверки доступности делают, у них там тоже такой список критериев, по которым они проверяют, там около ста критериев, они не завязаны на ВЦАГ, ну, как, один критерий может к двум пунктам ВЦАГе относиться, вот, ну, да, то есть такой хороший, обширный инструмент, который юзают потом все, кому не попадет, типа, в лайтхаузе оказалось под капотом АКС, лайтхауз, это что-то еще? Лайтхауз, это инструмент, встроенный в DevTools в Хроме. А, о, прикольно. Это, там можно сайт проверять на разные характеристики, вот, там есть перформанс, есть best practice типа кодинга, вот, есть accessibility отдельная галочка, причем можно проверить, ну, понятное дело, что и мобильную версию, и десктопную версию, причем там прям внутри инструмента этот выбор зашит. Вот, да, то есть мы всегда говорили, что лайтхауз, это как базовая такая проверка, то есть вы можете хоть сейчас, естественно, ничего не устанавливая, просто хром открыл, запустил у себя на сайте, пофиксил все ошибки, которые лайтхауз сказал, ну, почитал, естественно, про ошибки эти, что они обозначают, и есть ли смысл их фиксить, потому что лайтхауз не всегда правильно что-нибудь считает. То есть, например, контраст цветов, он не всегда может правильно высчитать, там очень зависит от верстки. Так, хорошо. Да, в общем, лайтхауз как стартовая инструмент проверки, вообще, на изи. Рассказала в Польше на митапе про это, ребята на следующий день в твиттере написали, мы по твоему совету пошли свой сайт, пофиксили весь, по лайтхаузу. У них небольшой был лендосик, по-моему, вот, и, блин, такие кейсы вообще просто, ты такой сидишь, типа, о, милашки какие, вот, очень радует сильно. Да, то есть, если мы хотим что-то супербыстро проверить, у нас там, ну, у нас, понятно, уже в браузерах установлены всякие там штучки-дрючки, но, типа, клиенту, например, какой-то красивый отчет дать, лайтхауз сразу дает возможность себя в чёт выкрутить, вот это, то есть, с картиночками, там, еще с чем-то. Ну, это если такой, типа, вау, классно, нате, вот вам ваши, и показывают вот эти красивые, а, не помню, дает ли возможность прям выгрузить, но скриншоты точно можно сделать этого отчета, там все красивые циферки, вот, клиенты счастливы и рады, что у них accessibility в красной зоне, вот, ну, а надо в зеленый, и то, это будет, типа, те самые, где-то там 50% доступности, которые автоматически были высчитаны, вот, да, Axon, у нас еще есть инструменты, которые тоже нам иногда дополнительную информацию дают, это тоже плагины для браузера, у IBM есть свой собственный accessibility checker, и, насколько я помню, они его сами писали, то есть они там в Axe может... Да, он бесплатный. Ссылочки, скидешь потом в описании разместим. вот, он прикольную дает инфу с подробностями, то есть, если в Axe нужно лезть внутрь по ссылке, чтобы посмотреть подробности, что там, почему эта проблема, как ее пофиксить и так далее, то IBM accessibility checker сразу дает какие-то маленькие выдержки из гайдлайнов, там, что как это должно быть, вот, очень много классных инструментов у Firefox, прямо в DevTools'ах есть. И мой любимый браузер. Да, 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 некоторых инструментов нету больше нигде. В Firefox'е есть проверка порядка фокуса, то есть это мы до того, как он появился в Firefox'е, мы очень страдали, что никто не проверяет это. У нас есть еще такой один плагин Andy, он устанавливается как закладка в Chrome, то есть закладки типа могут на странице JS выполнять и поэтому иногда их делают, может, у них какие-то большие преимущества, чем у плагинов, я не знаю, но в общем, вот этот вот Andy существует именно в виде закладки и он мог порядок фокуса посмотреть, но там еще не так удобно было. А вот в Firefox включаешь эту возможность и сразу видно один, два, три, четыре, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, а где остальное, а где, ну, а остальное там внизу сайта, абсолютиком, там закинуто туда либо флексами как-то ордер перемешан, и ты видишь, что пользователь с клавиатуры пойдет один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и потом только попадет дальше уже в семнадцать, восемнадцать. Вот, в общем, у Firefox'а еще есть классная проверка, которой тоже, по-моему, нигде нету еще. Он говорит, какой элемент кликабельный, но недоступен с клавиатуры. То есть это кликабельные дивы те самые. Вот, он их распознает и прям пишет, с клавиатуры недоступен, но функцию какую-то выполняет, типа, сделай нормально. Вот. Так что, да, у браузеров есть приколюшечки. Есть еще специальные браузеры, которые прям с дополнительными всякими фичами проверки доступности, но они все платные, там в целом такие типа браузеры для разработки. По-моему, один из них Polypen, он называется или как-то так. Я все время Polypen, хочу сказать, его множественная боль, потому что так и есть. Вот. В общем, да. И, ну, конечно, дальше мы руками все тестим. Дальше наши инструменты это клавиатура, мышка, скринридер, скринридеров там разных нам навалили в операционных системах, у каждой свой скринридер, еще это по тесте, а потом еще не каждый скринридер с каждым браузером хорошо работает и получается вот такое вот. Наша любимая кроссбраузерность и кроссскринридерность еще добавляется. Умножаем все это на самих себя. Вот. Ну и в Chrome тоже есть всякие инструменты, дефолтный в App Lighthouse, есть еще проверка контрастности прям, ну, правой кнопкой на элемент с цветом и там квадратик цвета у тебя в CSS-свойствах есть, нажимаешь на квадратик текста, допустим, у тебя выпадашка, это где цвета можно выбрать, другие поменять и там написано, типа, проходит по контрастности твой этот цвет по отношению к его фону или нет. Вот. Если ты фон держишь рядом в диве и вот так подкладываешь, то посчитать не получится. Вот. То есть он прям берет родителя. А если рядом элементы лежат и там наплыв происходит какой-то, вот чтобы анимация красивая была, вот так не выйдет посчитать. Поэтому у нас на одном сайте нежно-белый фон на нежно-розовых кнопках прошел продвижку доступности. Вот. Так что да. Хорошо. По поводу технических реализаций. Понятно, HTML, стандарты учим. Стандарты, HTML, CSS используем как надо. Но это веб-интерфейсы. А есть же еще миллион интерфейсов на телефонах, андроидах, там, в iOS, и это же уже не HTML, это часто XML, часто вообще какая-нибудь своя непонятная штука. Да. Как вы с этим живете? Там все уже вшито. То есть accessibility вшито и очень активно развивается на мобильных платформах в инструментах разработки. причем у них в инструментах разработки вшиты и проверки доступности. То есть прямо... А почему там это уже вшито? Потому что там это важнее, чем на вебе? Возможно. Типа тача? Потому что там проще с этим. Ты больше доступа к самой платформе имеешь. То есть из веба ты как бы к винде меньше доступа имеешь. И, ну, типа мы в вебе можем вообще всего много чего накрутить, но нам это сложновато проверить всякими ассистивными технологиями, как правильно работают. Вот в вебе сложно проверить. То есть ты не можешь детектнуть, наверное, как-то можешь, но это не приветствуется, типа зашел и пользователь со скринридером или какие у него настройки включены. Там настройки в браузере, допустим, ты еще можешь, если у тебя медиавыражения какие-нибудь есть или еще что-нибудь, ты настройки браузера можешь протестить. Вот. Но если у пользователя какие-то дополнительные штуки добавлены, навешана куча плагинов в Хроме, какие-то включены особенности операционной системы, из браузера ты этого всего не можешь сделать. Просто тебе приходится там наугад писать код, грубо говоря, по стандартам. А в операционных системах iOS и Android там есть доступ из приложения ко всем этим настройкам. Ты можешь проверить, что как там и в соответствии с этим сделать что-то доступным, там больше доступным, меньше доступным. Но там, да, там все есть все свойства необходимые. Примерно в таком же объеме, как в HTML. В HTML здесь же все есть. Мы просто не знаем и не пользуем. То же самое и на платформах происходит на мобильных. Они не знают и не пользуют. То есть ты приходишь в приложение, открываешь его, запускаешь скринридер и начинаешь свайпами перемещаться по элементам. Кнопка без лейбла, кнопка без лейбла, кнопка без лейбла. Все кнопочки и иконочки твои. До свидания. Вот. А лейбл им нужно прописать. И ты как разработчик не знаешь, как сделать так, чтобы лейбл был доступен программно, но не был виден на экране. И для этого есть специальные там у них accessibility все свойства, все для этого есть. И это там гораздо проще все сделать, реализовать, потому что у тебя нет вариантов. У тебя есть только компонент нативный. Все, вариантов нет. Ты не можешь там, ну, андроидщики кастомизацией занимаются очень часто. У них там больше как будто бы возможностей. Айосники стараются нативные компоненты постоянно использовать. И поэтому им проще адаптировать интерфейс под доступность, если он не адаптирован. Андроидщикам приходится переписывать на нативные очень часто, но все равно гораздо в меньшем объеме, чем в вебе. Поэтому там быстрее настраивается доступность. Плюс там меньше самого контента как будто бы. Но там есть свои особенности. И вот их тоже очень там редко учитывают. Типа там у тебя есть карточка чего-нибудь, товара какого-нибудь, и ты по каждому элементу карточки свайп это один элемент. Типа там заголовок, описание, картинка, все по одному элементу. Но вот в мобилах есть практика объединять их в один общий элемент и задавать им какое-то свойство, которое зачитает весь текст сразу. То есть пользователю не приходится 20 тысяч раз свайпаться. как-то так. В общем, на мобилах экспириенс повеселее. И даже нам как аудиторам нам интереснее иногда работать с мобилой, потому что она проще. Просто. И там уже все в системе сразу. Ты ничего добавить туда не можешь. Никакого расширения там установить дополнительно. Ну, наверное, можешь, но никто так не делает. Во всем нативно используют какие-то средства. По поводу HTML мы уже много поговорили. Я почему-то не услышал про атрибут title. Я это потому, что не хочу о нем говорить. Почему? Подожди. Мне к человеку необразованному accessibility казалось, что атрибут title это как раз-таки есть именование элементов. Типа через него скринридеры понимают, за что отвечает div, там, area или еще что-нибудь. Это один один из способов задать доступное имя элементу это title. Сначала скринридер у него есть порядок именования, то есть он будет по приоритету выбирать имя для элемента. Допустим, мы возьмем input, у него первым по приоритету будет, если мы задали такой атрибут называется area label, то есть у нас нет видимого лейбла, но мы хотим, чтобы скринридер что-то зачитал, мы можем добавить атрибут area label на input, написать там текст нужный нам, и скринридер его зачитает. Если у нас есть спан над импутом, и мы не хотим его переделывать то мы тогда используем атрибут area labeled by, то есть input чем-то именован, спану мы дадем ID, и связываем через, то есть input привязываем к спану через этот ID атрибут area labeled by, то есть чем-то он проименован, что есть на странице уже. Дальше идет нативный лейбл for, связанный, дальше идет контент элемента, может стать, например, для input placeholder может стать доступным именем, но не все скринридеры хорошо его читают. И самый последний это title. То есть если у элемента указан title, он может быть воспринят как доступное имя. У title совсем другая функция, он тебе подсказку выводит, видимую, на элементе. Просто я часто сталкивался с ребятами, которые такие, вот, accessibility title везде расставляются, так у меня аж везде при наведении мышки будет всплывать подсказка. Да. Ну, чувак. Я не знаю. Мы title используем и практикуем, когда мы не можем завести, ну, кастомные тултипы нормальные в интерфейс, но у нас обязательное требование это кнопочка-иконка, у которой нет видимого текста, чтобы при наведении он всплывал. То есть он и скринридеру должен зачесаться, то есть у этой кнопки-иконки задан Aria-Label, например. Вот. И в то же время мы не можем только для скринридера предоставить доступность, нам надо еще какую-то визуально сделать этот текст, потому что не все понимают, что значит какая кнопка-иконка, там, не знаю, колба какая-нибудь, ну, что это такое. Навелся, выпал тебе текстик, окей, title в этом случае топ. Если у тебя на кнопке-иконке есть еще Aria-Label, он перезапишет этот title. title это не про доступность, ну, он используется, но это не чисто про доступность. Да, это нет. Атрибут вообще другого назначения. Это HTML-ный, стандартный атрибут. юзайте, но не вот как имя accessible. По поводу, давай еще поговорим, по поводу, наверное, внедрения, что ли, доступности. У меня вот такой вопрос. Ты как думаешь, мы движемся в сторону внедрения доступности на уровне внедрения команд, которые доступности допиливают, вот как вы работаете, либо в сторону того, что мы будем образовывать разработчиков, и они сами будут включать свой пейплайн на разработке, еще и внедрения доступности, как это с тестами, например, сейчас происходит, когда разработчики сами тесты пишут. К чему сейчас все идет, и как бы это идеально с твоей точки зрения должно было бы работать? Мы все движем это в сторону, пожалуйста, сам выучи что-нибудь, ну пожалуйста, сделай что-то сам, разработчик, ну пожалуйста, это же не сложно, сделай сразу доступно. Но, конечно, никуда не денется Legacy или какие-то новые проекты, где вообще все ничего не знают. Поэтому приходится в двух направлениях работать. Мы очень всегда топим за то, что это не сложно, особенно если сначала все это делается в проекте. Нам прям душу греет, когда к нам приходят поконсультироваться, что-нибудь там. Даже вот у меня вроде бы огромный Legacy проект, но новые компоненты постоянно доставляются. И ко мне уже начинают приходить дизайнеры и разработчики, чтобы этот компонент с нуля стал доступным, потому что они помнят, как только что они хреначили, бог знает сколько стори-поинтов, страдали, плакали, чтобы сделать доступный малюсенький кусочек. Тут они не хотят такого же экспириенса, и они начинают заранее думать, как все это сделать. У нас в дизайнах появились прям дополнительные аксессибилити штучки. Во-первых, контрастность везде блюдется по дефолту. Во-вторых, подписи к элементам, которые там кнопки и иконки прям в дизайне нарисованы, как она должна быть подписана для скринридера. То есть появляются вот эти слова. Полностью мы прописываем работу с клавиатурой какого-то конкретного там виджета, плагина, элемента и так далее. Это все идет из дизайна, и потом разработчик задается вопросом, а что это такое, а как? И мы ему отвечаем на этот вопрос, или он сам себе уже начинает отвечать на этот вопрос. то есть мне вот нравится путь, когда мы втихую что-то добавляем, и люди начинают этим пользоваться. Очень хочется, чтобы это, конечно, изначально исходило, но и команды все равно будут. То есть еще долгое время, а может быть и всегда, потому что, к сожалению, качество веба как будто бы ухудшается. Ну вот у меня такое ощущение. Я просто, когда собеседую ребят, и из десяти один отвечает мне на HTML вопросы нормально, и не делает сложное лицо, что как-то вы меня спрашиваете HTML, если я пришел на React, то, ну, как бы мне становится грустно, потому что только один человек что-то хотя бы примерно знает. А ты не допускаешь, что HTML с CSS когда-то уйдут на низкий уровень? Ну, условно, как мы в C Sharp не работаем там с, не знаю, с какими-то низкоуровнями абстракциями, там, семафоры, параллелизм, а работаем с выскоуровнями конструкциями, так же будет в будущем и с HTML-м, CSS-м, с интерфейсами. Разработчики не будут работать с уровнем HTML-м, CSS-м, они будут готовыми компонентами, как, например, в React. Ну, это же сейчас так и происходит. Если эти готовые компоненты будут accessible, то why not? Ну, типа, ну, я имею в виду с моей точки зрения. Ты думаешь, это реальное будущее? В смысле, так может быть? Очень много библиотек сейчас делается в смысле доступности, то есть именно готовых библиотек компонентов. Для React, там, для Angular, ну, Angular, вообще, по-моему, законодатель моды, как гугловая библиотека для всего этого, там у них все всегда в смысле доступности делается. GoodStrap, когда это было, уже были там Ари-атрибуты, это было очень давно. Вот, то есть круто, что, и мне грустно, потому что мне делать начинает быть нечего, типа... Но, с другой стороны, не всегда хорошо эта доступность реализована, но круто, что они прям из... ну, сами это изначально предоставляют, ты можешь просто изначально пользоваться доступными элементами. Но ты должен все-таки знать, как это работает. Очень частый кейс неправильное использование компонентов. То есть у тебя, если какой-то особенно составной виджет, если тебе надо собрать табы, и ты собираешь их через какие-то дополнительные обертки, которые сбивают семантику с внутренних частей и мешают взаимодействию верхней части табов с нижней частью табов, просто ты дивом обернул, и все, поломалось. Именно Ари-атрибуты поломались, визуал не поломался, JS не поломался, ничего, на классах все классно работали. Ари-атрибуты неправильно прописались или не прописались, и у тебя потерялась связь между нижней и верхней частью. Ты об этом никогда не узнаешь. То есть тут неправильное использование, потому что ты не знаешь, что такое доступность. Вот. И... Но, да, инструменты все равно идут в эту сторону. Если ты захотел, как разработчик, вот посмотрели нас ребята и такие, блин, хочу поднять свой скил, хочу помочь еще многим людям присоединиться к моей платформе, все, иду делать доступность, а потом приходит, такой, понимаешь, что как бы старипоинты уже раскинуты, времени на доступность нету, короче, как к этому человеку продвигать доступность в своих проектах, если к проекту не пришли с судебным делом и не сказали, что надо? У нас тут была встреча со студентами с курса, собственно, где мы как раз много говорим о том, как продвигать, и почему-то, я не знаю, ну, как бы я ее не организовывала, эта встреча, но наши организаторы, они спросили у нас антимотивы ко всему этому, типа, почему не, ну, типа, какой мотив не делать доступность, вот так был задан вопрос. Так. Вот, и там, конечно, ну, просто от этого антимотива идет дальше идея, как же все-таки попросить и заставить, и как перестать бояться, вот, ну, как самый один из главных антимотивов, это именно страх к новому, типа, что ты быстрее будешь привычные вещи делать, чем что-то новое использовать и добавлять. Ну, это же для бизнеса это скорее не страх к новому, а страх к тому, чтобы больше бюджетов потратиться на то, что можно было бы сделать быстрее. Да, и все равно это сводится к базовому вот этому страху, что ты не хочешь рисковать, вот, ты даже не знаешь, сколько времени это займет, ты даже не просишь там посчитать, поэтому наши ребята, когда им нужно в команду привнести эту идею, они очень часто делают это хитростью сейчас, по крайней мере, то есть они, exactly, вот, они именно с них, выход через сувенирную лавку, классный фильм, знаю, видела, специфически, вот, короче, да, они стараются это делать из команды, то есть они не говорят, эй, вы дайте нам ресурсы, мы тогда сделаем вам обсчет, обсчитаем, аудит сделаем, ба-ба-ба, нет, они такие, так, у нас сейчас мы работаем над этим интерфейсом, от пользователя прилетел запрос, не сильно с ним связанный, с интерфейсом, но мы тут посмотрели, если увеличить там шрифт в настройках, допустим, это вот Миша Рубанов, который работает в Додо Пицце, и вот он там, head of iOS, и он вот так внедрял доступность, то есть они на интересе все это сделали, они такие, а давайте попробуем здесь изменить там настройку шрифта, у них разъезжается весь интерфейс, они такие, надо пофиксить, и начинают фиксить, и пока не фиксят, естественно, они там замеряют, во-первых, они замеряют эффект на пользователя, сколько было продаж на этом интерфейсе до, и сколько стало после, они все это могут сами делать в своей команде, и в итоге они приходят уже, допустим, к руководству, ну, может, не в их команде так происходит, но вообще хорошая идея, приходит к руководству с конкретными цифрами, мы пофиксили этот интерфейс, у нас это заняло столько времени, это не повлияло на другую нашу работу, вот, то есть вот такой хитростью, когда ты можешь что-то внедрить, не спрашивая, можно ли это внедрить, когда это не повлияет сильно на интерфейс что-то пофиксить, там, семантику какую-нибудь пофиксить, добавить какую-нибудь семантику, если ты добавишь структуру заголовочную на свою страницу сайта, ты уже очень сильно облегчишь пользователю навигацию по этой странице, незрячему пользователю, но то, что у тебя там добавились заголовки, только сивошник вызывает, когда... Слушай, а есть еще один стереотип, просто сейчас, чтобы не забыть, сразу закину, ну, допустим, я нашел вот это вот время, я понял, что это немного времени, будет меня занимать, добавлять какие-то новые атрибуты, вот всю эту поддержку, ты это добавляешь в свою фичу, например, делаешь pull request, а какие-нибудь твои ревьюеры или твой темлит условный говорят, слушай, что это у тебя за атрибуты, нафига, ты такой, ну вот, доступность, они такие, мы тут никогда доступность вообще ни про нее не думали, зачем, зачем вводить сейчас, если у нас ее в принципе нету, вот, как с таким бороться, очень похожий аргумент, если когда ты тесты начинаешь писать, тебе говорят, если у тебя там на проекте нету покрытия 80%, то и начинай, типа, ну так когда начинать? Ну вот именно, когда начинать, с ари-атрибутами опасненько, тут можно реально агрессии и выпилить их в итоге из pull request, но я бы советовала начинать, конечно, в менее палевных местах, типа, ты заменил div на header, например, или там на nav, или там на ссылку заменил, типа, ничего не поломалось, ты говоришь, ну это просто семантика, ребята, вы что, стандарты не знаете? Ну, типа, теперь человек сможет, там, правой кнопкой кликнуть, по ссылке и открыть ее в новой вкладке, до этого с дивом он так сделать не мог, вот, а это нативное поведение ссылки, типа того, то есть, конечно, тут приходится пока что еще аккуратно и подпольно все это делать, но ты все равно делаешь, а дальше мы, у нас был кейс, мы компоненты целые старались сделать доступными, то есть, это звучит, как будто мы внедряем, а-ля, доступный слайдер на сайт, то есть, не обязательно весь сайт будет доступным, но слайдер будет доступный, он как единая система, там свои эти арииатрибуты вертятся, крутятся, окей, это никого не напрягает, мы не потратили это больше времени, чем было заложено в задаче, когда это целый большой компонент, то это точно можно закатить без страха и упрека, что называется. так, так, еще один стереотип, ты делаешь это для 0,0 человек, ну так, давай по-другому сформулируем, тебе может показаться, что ты делаешь что в пустую, потому что ты не видишь, что аудиторию, ты не знаешь, сколько людей воспользуется этим функционалом, как с этим бороться? Да, сейчас сложновато с этим бороться, потому что это чаще всего аргумент от бизнеса, а не от нас самих, мы, может быть, и нам сложнее увидеть, потому что мы с пользователями не общаемся, но все равно бывают такие кейсы, когда прилетает фидбэк, типа, о, классно, я наконец-то смог там сделать это, или там, о, вы тут пофиксили контрастность, типа, теперь стало все видно, я теперь легко нахожу этот элемент на сайте, то есть бывает позитивный фидбэк от клиента, который до тебя доходит, как РДЗД-разработчик, но бывает, конечно, не доходит, но мы о количестве пользователей, которые бросают наш сайт, не знаем и не узнаем, потому что подсчитать мы их не можем. Мы можем на iOS и на Android некоторые характеристики, метрики подсчитать, типа, посчитать количество людей, у которых включена определенная настройка, которая считается настройкой доступности, вот, ребята посчитали, это большой процент пользователей, это, типа, до 40% пользователей доходит, это у которых хоть какая-то, настройка доступности включена. То есть из-за того, что мы не можем это посчитать, не значит, естественно, что этого нет, и возможно, какое-то большое количество пользователей отвалилось, просто потому, что они не смогли ничего сделать на нашем сайте. Вот у пользователей, там, у госуслуг нет возможности отвалиться, потому что они обязаны все равно это сделать, и госуслуги обязаны все равно внедрить эту доступность. Вот, но в твоем интерфейсе, скорее всего, ну, с госуслугами другое, как они будут инвалидам повестки раздавать-то? Да, им по-любому это надо. у них есть, типа, да. Вот, у нас, у меня был прикольный, ребята ко мне пришли, они делают продукт для тестирования, типа, сопровождение процесса тестирования, то есть всякие там, ставить задачки, писать тест-кейсы, там, ну, такой вот большой, хороший продукт для тестеров. И к ним пришел чувак незрячий и говорит, я незрячий тестер, я хочу тестить. И если бы он не пришел, они бы об этом не узнали. Незрячих разработчиков, тестировщиков, их много, они есть, их много, и они пишут на тех же самых технологиях, что и мы. Да, может, они там не видят интерфейс, но они не работают в тех областях, где им надо что-то видеть. Ну, или, может, работают, но тогда у них есть суперспособы, как это сделать. Вот. И, ну, типа, ты просто не знаешь о своих пользователях. И это хреновый аргумент, естественно, для бизнеса. Вот. Но, да, сейчас на них подействуют только, скорее всего, какие-то требования от законодательства. Вот. Но для тебя, как для человека, важно эту эмпатию развить в себе. Важно посмотреть, как твоя мама сидит и пользуется телефоном. Ты поймешь... Моя, кстати, очень хорошо умеет это делать. Вот. Но ей бы хотелось в какой-то момент увеличить шрифт. Ну, да. Моя мама увеличивает шрифт на телефоне и все прилага вот так вот делает. Она просто разваливается. Я за это дико ненавижу МакОсь. У меня со зрением не все хорошо, и я постоянно увеличиваю себе все сайты. Увеличить МакОсь централизованно вообще невозможно. Там каждую почти программу нужно увеличивать отдельно. Виндет с этим проблем не было. Да, да, везде есть. Это прям... Ну и вот. И дисктоп мы как бы еще более-менее получаем нормальный. Ну, не везде. Вот. А в вебе увеличение это проблема. Вон Дима Глюз, который увеличивает на 800 процентов и просто он перестает видеть какие-то элементы, а не куда-то под другие элементы залазят или уходят за пределы экрана. Так же и на телефоне текст начинает наезжать друг на друга. То есть мы не думаем... Я в восторге от мыслей о себе в этом случае, когда ты в будущем не можешь пользоваться тем, что ты наделал, потому что ты не можешь это адаптировать под свое зрение, под слух, просаживающийся и так далее. И еще мне стало менее страшно у всех людей что-то случается в жизни. Мы можем потерять конечность в один какой-то момент, у нас с тобой плоховатое зрение, я вообще когда-нибудь могу там ослепнуть и, не знаю, может, медицина дойдет до каких-нибудь невероятных высот. Сейчас очень много исследований про зрение, но я теперь не боюсь ослепнуть, потому что я понимаю, что я смогу пользоваться этими интерфейсами, я знаю механику. То есть по факту ты работаешь для себя в будущем? Да, да, есть такое, есть такое. Это очень крутой аргумент, вот прям мне нравится. Ты и есть тот пользователь, потому что ты уже пользовался этими инструментами, этими сервисами. Что-то случилось, ты хочешь продолжать ими пользоваться дальше. Тебе альтернативу доступную найти будет суперсложно, а эта твоя недоступная. Типа, и все, и ты выпадаешь. Хорошо. Последний вопрос по поводу доступности практически, это где я почерпнусь знания? Человек, который нас послушал, может какие-то конференции, книжки, курсы, ну вот подкаст, например, ваш, инклюзивный ананас, самое первое, что нужно послушать. Да, обязательно, 24 выпуска, великолепно. Просто постоянно. О, да, у нас есть тайный пятый выпуск, который должен был быть частью этого постоянства, но не получилось. В общем, да, наш подкаст, конечно же, мы рассказываем много про доступность и... Извини, просто пока мы выйдем, может быть, у вас уже 25 выпусков будет. Я знаю свои pipeline production. Точно, точно. Но, кстати, в нашем с тобой случае тема доступности не устареет к тому, Кстати, да, но, но, так как выпуск непонятно, когда выйдет, мы тут говорим, что ваш подкаст существует, вам нужно протянуть как минимум до тех пор, пока подкаст не выйдет. Мы стараемся, мы стараемся, мы уже бэкап ведущих придумали себе, так что все нормально. А то у нас там тоже, знаешь, депрессии, там еще что-то, жуткие всякие штуки происходят, но anyway, у нас Алена Батистская за нами стоит, она там с плеткой просто. Нормально, все нормально. Вот, в общем, подкаст, да, ну, англоязычных подкастов гораздо больше всяких, они все содержат слово аксессибилити либо элли, типа A-L-E-1-Y, вот, и... Это звучит элли, я вчера пытался понять, типа A-L-E-1-Y, как, это сокращение аксессибилити, да, 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 элли, прикольно. Ну, мы так говорим элли, но на самом деле американцы элли могут говорить, ну, A-L-E-1-Y тоже не говорят, вот, алай, алай, короче, по-разному, ну, я говорю элли. Смешинг-магазин очень часто выпускает ресурсы по доступности, и у них они становятся все более крутыми, объемными, они много туда, очень много новых всяких исследований, новых технологий про доступность, в дизайне особенно много, вот у них сейчас Ситник же двигает свою цветовую модель. Ситник? Да, вот этот вот. Кто это? Ну, вот этот вот неизвестный парень. Это мужчина, который выкладывает свое обнаженное тело в Твиттер, да? Да, и все за ним, и я в том числе, но не до конца обнаженная. Что-то Ситником какая-то заруба была, я не помню, какая-то, что-то у меня какой-то осадочек. Осадочек остался. Ну, ладно, Ситник своеобразный парень. Он всегда репостит мои твиты про доступность, поэтому я с удовольствием... Подожди, извини, но... Нет, не те, а те тоже. Ну, это же тоже про доступность. У меня теперь сложилось, почему все вы выкладываете эти фотографии. Да-да-да, это тоже доступность. Это же доступность. Не та, которая accessibility, но... Anyway, хотя не знаю, может, это тоже accessibility переводится. Есть еще слово availability, я не знаю, к чему это. Так, Ситник. Вот. Которая Андрея? Цветовая модель, да, Андрей Ситник, у них цветовая модель, там начинается на О и много букв, и я все время забываю. Там есть ХЛ и ЦУ. Вот. Типа более продвинутая цветовая модель, которая позволит лучшую контрастность высчитывать. Вот. И сейчас тоже у нас там, допустим, в стандартах пытаются придумать новый алгоритм расчета контрастности, потому что в текущем алгоритме есть проблемочки, и он считает контрастным то, что очевидно вырви глаз просто и смотреть на это даже не можешь. Вот. Да, короче, Special Magazine много ресурсов выпускает. Веб-стандарты очень часто говорят про доступность, ребята. Вот. Книг много, но не все из них в свободном доступе, я бы даже сказала. Ну, у нас пользователи вроде могут купить, позволить себе купить. Да, да, да. Могут позволить себе купить. Господи, а где это было про покупку? К нам кто-то пришел на подкаст из таких значимых ребят индустрии. Сережа Попо, по-моему, да. Он пришел, и он говорит, что все разработчики могут позволить себе уже психологов, йоги там. Я сижу такая просто с 10 евро на балансе. Книжку за 10 евро хорошую можно купить. Да, книжку можно, согласна, особенно в электронном формате. Не факт, что это будет, так сказать, если был хороший в электронный формат, но это другое. Книги про доступность все доступны. Вот. В общем, книг хватает. Подожди, книги про доступность платные? Это же недоступненько. Претит. Идеологию. Идеология авторов получать за свой труд вознаграждение, это не претит. Вот. Есть бесплатные курсы по доступности от В3Ц. У них больше на эмпатию там, на понимание, что вообще происходит. То есть там мало технических деталей. Вот. Есть такой классный ДКЮ университи. Они продают подписку на год. По-моему, там 60 долларов в год. И ты получаешь кучу курсов суперспецифических. Тестирование доступности, менеджмент доступности, веб-доступность. Они добавили сейчас Android-доступность курсы. Вот. И там очень подробная инфа, именно техническая. Эти курсы специально для того, чтобы сертификацию потом получать по доступности. Вот. Ну и дальше у меня там новостные рассылки всякие разные я читаю. приходят мне на почту раз там в неделечку стабильно. Вот. Ну и... Ссылочек накидаешь. Конечно. Все будет в Телеграме. Да, вам придется перейти в мой Телеграм, и там будут все ссылки. А ссылка на Телеграм в описании. Нет, там в описании будет ссылка на конкретный пост в Телеграме, чтобы не говорили, что я вообще фигней страдаю. Ну просто мне часто залетаю, что вот, ты ссылки в описании выкладываешь. Я выкладываю большим постом в Телеге все материалы, не потому что я хочу, чтобы вы на Телегу подписались, а потому что просто в Ютубе не помещаются все ссылки и выглядят это ужасно. Да. Я узнала, что оказывается в Ютубе нужно еще авторизоваться достаточно мощно, чтобы вообще иметь право размещать ссылки под видео. Ну да, там есть некоторые критерии. Телефон, по-моему, заопровленный, что-то такое. Ну у меня, конечно, есть телефон, который Ютуб принимает в этой вот литве нашей. Вот. В общем, да. И курсы, конечно, какие-нибудь типа платных курсов. Ну вот этот вот курс, который мы делаем Accessibility Unity, уже сейчас там девятый, по-моему, у нас поток начинается в сентябре, оттуда выходят бедные, несчастные люди, которые потом... На каком языке? На русском мы ведем курсы у нас. Прикольно. Да, русскоязычные курсы, это вот как раз те курсы, куда мы позовем незрячих, чтобы они проверяли домашку вашу, типа там у нас все направления веб, iOS, Android, дизайн, менеджмент, тестирование. Вот. Ну мы, конечно, еще там развиваемся, у нас тестирование только-только появилось такое, наконец-то нашли человека, который тестер, который может не так, как мы, типа юнитесты, короче, можете написать, вот как-то, мы не знаем как, но вот инструменты есть, да, кстати, есть инструменты для юнитестирования, там, зашиты прямо в библиотеке, вот, в общем, да, курсы, хорошая тема. А конференции, может, какие-то специализированные есть? Да, есть конференции специализированные, сейчас скоро будет, игровая, типа, game accessibility conf, она называется GA conf, подожди, в играх тоже есть accessibility? О, а ты играешь? Ну, так, чуть-чуть, ну, в Baldur's Gate недавно поиграл немножко. посмотри, там настройки доступности есть. Да? Да. Вау, и в Zendt тоже, наверное, есть мои любимые? Корейси есть, да, там очень часто есть настройки цветовосприятия, хотя бы как базовые, плюс ты можешь включить-выключить субситры, это тоже считается настройкой доступности. Прикольно, прикольно. Вот, у меня в Diablo есть настройки доступности тоже, да, да, так что да. Я почему еще удивляюсь, потому что настройки доступности в играх могут выглядеть как чит, например? Да, и это бегают друг друга, убивают, это турнирная самая известная игра, там же куча видосов про то, что они выставляют себе цветовосприятие типа дольтанизм. Квейк, который, как вы мы сделали, нет, это что-то из нового? онлайновое, новое, это суперпопулярная игрушка, я не помню, там зона сужается, типа. ну понятно, этот, Fortnite какой-нибудь. да, вот именно Fortnite, вот, и там как раз, да, как раз настройки для людей с цветовосприятием какими-то специфическими, и ты поставишь себе, что ты не очень хорошо видишь, и тебе становится видно врагов через вот эту зону, через которую ты видишь их не должен, потому что повышается контраст, и меняются цвета, и они, короче, читерят на этом жестко, вот, ну да, в общем, игры это отдельная тема, вот, у WordPress есть даже, аксессибилис, это не игра, ооо, это игра с твоим разумом, это игра, после которой ты больше никогда не возвращаешься. Но дело в том, что на WordPress написано половина интернета, по-хорошему, там, да, как бы, должно быть аксессибилис. Но это самая, одна из худших платформ в этом плане, ну, точнее, как все платформы для построения сайтов, где ты из блоков что-то набрасывать имеешь возможность, а WordPress чаще всего для этого используют, то есть под него там не разрабатывают, у него есть флоу разработки довольно хорошие, типа, пишка там, ты можешь нормально интерфейс делать, ты можешь не устанавливать все эти дикие плагины, которые страшно тормозят систему. Вот, ну, в общем, WordPress в последнее время думает о доступности, у них прям есть отдельный accessibility day, они это называют, вот сейчас будет буквально в сентябре. Открытый? Да, да, бесплатный, можно пойти туда в онлайне, потусить. Вот, еще одна получается мини-конференция. Да, да, только, когда ты выпустишь свой видос, она уже пройдет, но, если что, она ежегодная, вот, на самом деле много сейчас стало событий, именно про доступность, ну, особенно постковидные вот эти все ограничения поснимались, и ребята начинают заново что-то делать, вот, и практически на любой конфе сейчас есть какой-нибудь доклад, типа, как это сделать доступным, вот, поэтому, и очень круто, когда люди приходят с такими докладами, это уж хорошо, когда они изучают вопросик, такие, о, вот, мы пофиксили, особенно экспириенс, интересно послушать, как пофиксили, что пофиксили, сидишь такой, плохо пофиксили, ну, нормальная тема, молодцы, лайк вам, подписка, вообще, супер, чуваки, вот, так что, да, развлекаемся в комьюнте. Было я как-то в Швеции, в Осло, прилетел, в Норвегии, о, Скандинавии, это я, да, было я как-то в Скандинавии, в Осло, в Осло, вырезаю все это, так что, был ты, в Швеции, я в Осло, почему Скандинавию так любишь, это рубрика рандом началась, это, это мой любимый вопрос, я люблю все про Скандинавию, потому что она очень организованная, но не вся, как оказалось, и я очень люблю Швецию, потому что у меня было много с ней опыта, и у меня тетя замужем за шведом, и поэтому я могу туда наездами иногда набегать, набегать наездами, вот, и то, как там все четко, и, знаешь, вот, я поэтому в доступности, потому что мне хочется сделать четко и удобно для всех, и вот ты в Скандинавию приезжаешь, и там четко и удобно для всех, вся Швеция это как одна большая Икея идейно, вот, и я просто там, ты приезжаешь в Стокгольм, и люди, общее впечатление от людей такое одинаковое, ну, грубо говоря, в хорошем смысле, одинаковое, то есть, они реально как клоны, грубо говоря, то есть, они надевают похожую одежду какую-то там, все по стандартам, надевают, типа того, да, и я просто такая, все по стандартам, в Советском Союзе тоже все по стандартам было, ну, тут немножко все-таки есть доля свободы, некоторые воли, изъявления, вот, я была, я имела возможность сравнить с Копенгагеном, Копенгаген это трэш, и вообще Дания это трэш, несмотря на то, что там тоже инфраструктура красивая, нормальная, там совсем другой внешний облик вот этого всего, но в Копенгагене особенно, потому что очень много туристов, в Скандинавии, ну, господи, почему я Скандинавию отделяю от Дании, я не знаю, в Швеции даже туристов не видно, потому что они как-то супербыстро интегрируются в эту среду. Ну, Дания материковая, да, Дания материковая. Просто тупо легче попасть с точки зрения в Швецию, перелеты в Львову, ну, ты все равно летаешь. Ну, да, в Данию можно попасть по земле, ну, в Швецию, наверное, тоже очень долго это будет. Вот, в общем, да, ни Дорвегия ни вот такого впечатления не производит, как в Швеции, а в Швеции прям все такое ровное. А почему ты эту Исландию исключила? Исландия! Это другое, это вообще... То есть я не буду жить в Исландии, потому что там тяжело жить очень сильно дорого, еще вообще сильно дороже, чем в Швеции. Ну, вот я... Вы выпуск делали про Исландию с программистом живет нормально? Так если ты там работаешь и живешь, наверное, топ. Вот, если ты понаехал, то первое время будет сложно. Но Исландия, это тоже мой... Вот они со Швецией на одном уровне, но я боюсь, что в Исландии меня депрессит все-таки сильнее. Потому что сильно более тоскливо? Ну, типа того. Но, с другой стороны, я люблю тоскливость. Ну, не знаю. Ну, там еще пейзажи такие, знаешь, типа, это... Я знаю, я была там только что в июле. Да? Да. Блин, а мы не долетели в прошлом году. Три самолета отменили. Мне придется еще раз поехать, потому что у меня с Исландии вечно я приезжаю. Вот первый раз мы приехали с друзьями. Это ты в отпуск ездила или на конференцию? Да, в отпуск просто. Вот. Ездили с друзьями, все было классно. Потом я поехала одна, и тоже было очень классно, но на машине мне тяжело. Я тогда только начала заново водить после долгого перерыва. А вы прям там в машине поясная где прокатились? С друзьями мы ездили на машине, да, ну, всегда. То есть там мне... Я не могу представить, как там по-другому перемещаться, потому что типа автобусы не особо ходят, и ты никуда не доедешь на этом автобусе. Вот. Поэтому аренда машины это обязательный мастхед. Вот. В общем, да, в тот раз я одна ездила, но я столкнулась с проблемой, что я не смогла заправить машину ни разу сама. Но там эти заправки очень странные. Я до этого никогда в жизни машину не заправляла, а тут меня сразу кидают в эти заправки, где... Подожди, ты же водила, водишь машину, как ты не заправляла ни разу? Я не водила ее до этой поездки практически ни разу. А, ух ты, какая отчаянная. Да, да. У меня директор говорит, водишь? Я говорю, нет, права есть. Я говорю, да. Он говорит, перегони тачку из Литвы, в Литву, короче. Я такая, в смысле, а там Бэха, X5. Перегони тачку через границу. Меня до границы довезли, через границу я проехала сама, от границы меня забрали. То есть, это был мой старт после долгого перерыва. А потом я сразу поехала в Исландию. Типа... Хорошая цель ставишь таким. Ну, чуть-чуть на каршеринг еще покаталась, но там ты не заправляешь машину. Плюс ты электрокаршеринг, другой принцип заправки. А тут ты приезжаешь, ты не знаешь, как в дефолтном состоянии заправить, а там колонки без людей. И там определенный набор действий нужно совершить в определенной последовательности, чтобы заправиться. А я, ну, вообще ничего никак. И я очень страдала. И решила восполнить этот экспириенс, пересмотрела все видосы на Ютубе, как заправлять машину в Исландии, все запомнила. Но в этот раз ошибочка у меня вышла, я взяла с собой попутчика. И, ну, хотела ехать одна, взяла попутчика, и все, и поломала себе очень много чего, вот, поэтому надо ехать еще раз. Подожди, а как попутчик, в смысле, сломала? Попутчик, в смысле, взяла еще как-то не в Исландии попутчик, или в Исландии просто такого-то чувака нашла? Нет, я его взяла с собой в Исландию. А, все, понял. То есть человек с тобой прилетел, который немножко впечатление другое. Да, в общем, не то, что мне нужно было. А ты знаешь, может ты в Исландии там кого-то нашла под попутчика, а потом оказалось, что он тебя ограбил? Это, видимо, мой следующий кейс. Потом я выйду из него замуж, и мне не нужно вот беспокоиться, что в Беларуси паспорта не выдают. Так, хорошо, с Исландией, со Скандинавией разобрались. Да, любовь. Этот вопрос тебя наверняка кучу раз задавали, но я не задавал. Задание. Откуда такое интересное, красивое имя? Рандом. Что оно означает? Я, конечно, мог погуглить, но мне интересно вот у тебя послушать. Слушай, я забыла сама, что оно означает, что можно погуглить прямо сейчас, но там что-то хорошее, благородное значение. Вот. А дали мне его в честь прабабушки. И у меня прабабушка Глафира, и она, ну, как основательница семьи практически, то есть она в военное время очень много делала очень серьезных и помогающих людям вещей, разным людям абсолютно. Вот. она сама, у нее шесть детей было, вот, и то есть ей надо было и своих, и помочь вокруг людям, и как-то там крутиться, вертеться. И, в общем, она такая очень значимая фигура в нашей семье, вот, и очень суровая. Я причем ее помню, то есть мы к ней ездили в гости, когда маленькие совсем были с братом, вот, и там, да, то есть она такая была очень серьезная женщина, в честь прабабушки. Поэтому, когда меня спросили, а как ты обоснуешь свое имя на этой должности фронтендера, я сказала, что мне его дали в честь моей прабабушки и как бы что за претензии? Ну, имя необычное, в смысле, редкое, необычное, оно, как мне кажется, редкое. Оно, по крайней мере, в наших шахтах. оно типа древнерусское. Вот, и в этом-то и прикол, потому что я думал, что это имя какое-то греческое, но вот оно звучит так будто бы с греческими корнями, а потом ты понимаешь, что да... Да, это древнерусское, и самое интересное, что если бы мне очень сильно захотелось покреститься, имя бы мне менять не пришлось, потому что есть святая Глафира, вот, и все было бы нормально. Хорошо, с этим тоже разобрались. Про ГДЕ немножко расскажи. Как ты стала угол-девелопер-экспертом, зачем ты стала, и что тебя эта должность взамен берет? Это все классное комьюнити наше айтишное, когда мне Саша Шенкевич собственно предложила пройти тренинг, они делали как раз, Google делала несколько таких академий, вот они сделали Women Development Academy, я ее прошла, вот Саша как раз меня туда запромотила, и после этой академии, это там пару недель, всякие классные лекторы приходят и рассказывают тебе, как тебе, как женщине в технологиях, лучше себя показывать, не бояться, выступать, там наша финальная задача была сделать выступление маленькое на 5 минут, что Глаша провалила с треском. 5 минут доклад, это Unreal просто, я тут в 40 минут едва укладываюсь. Да, и после этой академии... Это ты сейчас говоришь в интервью, которое часа три будет идти. А так-то, ну минуточку. Ну что ж, мы с тобой в чем-то похожи. Вот, короче, да, в академию позвали после этого, ну в ГДЕ менторинг, после этой академии позвали, там как раз была такая программа, они подбирали менторов и существующих ГДЕ, тем, кто хочет стать ГДЕ, потому что девушек ГДЕ оказывается очень мало, вообще, типа, а в нашем регионе их почти вообще нет, там типа, что около 2, 1 или 2. В Литве я единственная девушка ГДЕ сейчас, но там всего, там ГДЕшников парочка всего лишь, вот, ну в общем, да, то есть, исходя из этого, хотели больше девчонок привлечь и вот им сделали такое менторство. Это было 5 встреч с ментором, по итогу которых ты с ментором заполняешь вот эту анкету на ГДЕ, вот, проходишь собеседование срочно, срочно, собственно, срочно тоже, проходишь собесы и становишься частью комьюнити, если тебе повезло. А что значит, если повезло? Ну, типа, если ты прошел собесы, и я не знаю, после менторской программы, возможно, брали в ГДЕ всех девчонок, которые дошли до конца, ну, я полагаю, идея была в этом, чтобы их добавить в ГДЕ, то есть, даже если они собеседование не очень хорошо прошли, то, я так подозреваю, то идея все равно была, что они и так в комьюнити очень крутые, их не просто так позвали в эту программу, они что-то постоянно делают, но после того, как мне отказали, типа, после этого вот собеса, где я техническую запорола часть, а там оказалось, что просто никто не понял, что происходит, и что я вообще на другие вопросы должна была отвечать, и меня должен был собесить другой какой-нибудь человек, который... после менторской программы. А, и тебе там отказали? Да. И мне пришел отказ после этого собеса на следующий день, что типа, Глафира, сорян, но вы не проходите в эту ГДЕшную тусовку. Вот. А потом мне написали там через пару дней письмо, что типа... Ну, я, естественно, своей кураторше сказала, что вот, ну, так получилось. Она такая, в смысле... В смысле, что случилось? Тут меня, да, закралось подозрение, что все-таки мы все должны были пройти в ГДЕ или что-то около того. Ну, это фантазия моя, конечно. Вот. И потом у меня снова был собес, где меня уже по доступности конкретно спрашивали. Вот. И там я, ну, естественно... Зажгла. Жгла все, что... Я этому чуваку, который меня забраковал, я ему рассказала про фичи доступности, которые есть в Хроме, о которых он не знал. Так стила. Там как раз какая-то новая фича вышла, причем не связанная с доступностью, но я знала, как ее используют и какие у меня проблемы с ней есть. Вот. В общем, да. И так я и попала туда. И хорошо, что я стала как литовский ГДЕ, а не как белорусский, потому что всех белорусских, российских выкосили. Ну, естественно, Google ушел из этих регионов. Вот. И все, кто считался теми ГДЕ региональной, их убрали из статуса ГДЕ. Что тебе дает это звание? Мне дает это звание приглашение на митапы, конференции по Европе. И... Все или специально какие-то... Меня могут пригласить все, кто знает про эту программу, все, кто знает, что я ГДЕ, они могут меня пригласить как ГДЕ, потому что есть где-то список ГДЕ на сайте Гугла. А пригласить как спикера, как гостя? Как хочешь, но чаще, конечно, как спикера больше интерес. То есть ты выбираешь человека, у Гугла фильтр там есть, карта, типа, по технологиям конкретным тебе нужно набрать спикеров, и ты можешь просто открыть списочек людей, написать им и сказать, типа, вот, у нас метап, приезжайте, пожалуйста. И Гугл чаще всего оплатит эту поездку. О, прикольно. Да, то есть у Гугла есть на этот бюджет, они плачивают проживание и переезд, проезд. Вот. И я этим раньше особо не пользовалась, ну, сейчас я был ковид, и никто этим не пользовался. Вот. В феврале первый раз удалось этим попользоваться, когда они прям на свою конфу звали и провозили. А сейчас меня позвали в Берлин на метап по этой же программе, на ГДГ метап Берлин и в Португалию, типа, на конференцию, тоже, как бы, по этой же идее. Вот. Другие ГДЕшники, правда. Ну, туза ГДЕшников, то такое мило. Ну, плюс комьюнити, конечно, это просто... А ты должна поддерживать какие-то уровень знаний, квалификацию, подтверждать, чтобы оставаться в комьюнити? Да. Не то, чтобы подтверждать квалификацию, но ты должен постоянно постить и участвовать в работе комьюнити. То есть ты выступаешь... У них есть система, куда ты заносишь свою активность. И вот периодичность должна присутствовать. Как нам сказали в программе ГДЕшной, что не надо там, типа, дикие какие-то совершать подвиги. Даже какой-то статейки достаточно, либо выступление, либо участие в каком-то тусаче. Вот, подкаст я делаю, я туда заношу всю эту активность. У меня есть менторские какие-то часы с ребятами, я обязательно все эти часы тоже заношу. Ну, я так понимаю, через эти активности ты не обязана прославлять, скажем так, какие-то сервисы в угла. Или должна. Я почему спрашиваю, потому что у Microsoft, если ты, наверное, знаешь, есть похожая программа MVP, Most Valuable программ, я вспомню. И там для того, чтобы стать MVP, бонусы все те же самые. Но тебе нужно быть экспертом в конкретном какой-то области, часто связанной с Microsoft, например, в Azure, либо в вебе, но заточенным по технологии Microsoft, там, SP, не знаю, Blazer какой-нибудь. И тебе надо каждый год подтверждать это через свою деятельность. Но ты должен как бы напрямую Microsoft прославлять. Я пытаюсь понять, тут ли похожая тема. Здесь примерно похожая тема, да. Плюс ты, ну, там у них категории идут по технологиям Google, по языкам, которые Google разрабатывает. Вот. С вебом гораздо проще, потому что, ну, мы так все в Chrome работаем. Ну да, и так много что-то по Google делать. Мы все равно про инструменты Chrome рассказываем, поэтому это несложно. Ну да, идея такая же, идея такая же. Хорошо. Еще немножко расскажи про Women Tech Makers. Да, тоже около гугловское комьюнити. Это вот как раз таки от той Women Development Academy. Ну, точнее, как они сделали, чтобы рассказать про это комьюнити, эту академию в том числе. Вот. Ну, идея, собственно, в том, чтобы вовлечь больше девчонок войти, либо дать им какие-то силы, помочь им начать выступать, начать себя показывать, начать там просить больше денег. То есть, вот это все про женщин войти и все около темы. Я всегда туда еще пацанов пихаю, потому что, ну, у меня иногда такой посыл, если ты не хочешь идти в айтишку, я тебя отговорю с удовольствием. Ну, типа, потому что это ужасное адское дело, особенно если у тебя есть какое-то базовое дело, которое ты с удовольствием делаешь. То есть, я считаю, это тоже частью работы в этом комьюнити. Но мне не важно, мальчик ко мне пришел или девочка, вот, но, конечно, само комьюнити, вот это Women Techmakers, нацелена на девчонок. Вот. И по ним лично я в основном менторю. То есть, ко мне девчонки приходят, чтобы что-нибудь помочь им, там, доклад к митапу подготовить, либо объяснить им по доступности что-то, в последнее время за этим приходят, типа, мы у себя в компании решили попробовать сделать, расскажи, что делать, собственно. Вот. И мы сидим по пунктам, разбираем, там, несколько менторских сессий. Вот. У комьюнити этого есть своя конференция ВДА, ВДИ. Это, короче, там, типа, к женскому международному дню, вот, они приурочивают конференцию, и там, значит, и там не только девушки выступают, на всякий случай, и в организаторах тоже не только девушки, то есть, ну, просто такая активность. Вот. И, да, очень много крутых активностей, и там тоже есть эта же система, вот, как для ГДЕ, когда ты постишь, сабмитишь свои активности, чтобы в этом комьюнити быть вэльюбл амбассадором, скажем так. Но это больше уже волонтерская такая штука, я так понимаю. да, это тоже, ну, то есть, тебя выкинут оттуда, я не знаю, по какой причине, типа, ты миллиард лет не постил, или что. Окей. Последний вопрос на сегодня. Кем бы ты могла быть, если бы не было в мире айтишки? Я очень сильно сейчас размышляю над этим вопросом. И, честно говоря, я думаю, что я бы музыку все-таки продолжила. Но я больше хочу техническую сторону музыки, особенно сейчас, когда я уже побыла в айтишке, типа продюсинга музыкального. Мне, у меня вся семья с музыкой связана, и те, кто не учился специальной музыки, они все равно что-то делали сами для себя. И вот, допустим, там сестра моя пишет офигенные песни. Вот. Мне бы хотелось все это привести все-таки в цифру и в какую-то грамотную цифру. Вот. Я хочу очень хорошо разбираться в продюсинге музыкальном, и я все равно это сделаю. То есть я все равно сейчас уже этим занимаюсь. Я начала только недавно, но думаю об этом давно. Вот. А еще я всегда мечтала, если я стану очень богатой... Когда? Ой, да. Когда? Вот. Когда я стану очень богатой, я очень хотела помогать, типа, промоутить таланты, грубо говоря. Прямо вот с детства у меня была такая мечта быть, типа, меценатом, что-то около того. Ну, ты, в принципе, этим уже и занимаешься, я частью. Наверное, да. Амбассадорство, подкаст в том числе. Да, есть такое, да, да. Вот. Ну, в общем... Ну, что, желаю тебе в ближайшем будущем выхода из IT в то, что тебе нравится, то, что ты честно сказала. Спасибо тебе, Глаж, за то, что пришла. Было интересно. Спасибо тебе тоже. И всем твоим зрителям. Спасибо. Вот такое вот вышло интервью. Если оно вам понравилось, то не постесняйтесь поставить лайк этому видео, оставить комментарий. Но если вы хотите поддержать меня, то не нужно донатить, не нужно закидывать деньги просто мне. Лучше подпишитесь на клуб Эволюция Кода. Потому что, таким образом, вы и меня поддержите, и сами прокачаетесь в том, что уже приходит к нам в программирование, собственно, в AI, потому что основная идея клуба это развивать разработчиков в направлении использования AI для повышения продуктивности, а также в использовании AI в своих продуктах. Поэтому, если вам нравится мое творчество, понравилось это видео, сданатьте 8 евро, подпишитесь на Эволюцию Кода, будет и мне весело, и вы прокачаетесь. Все. С вами был Лекс.Айти.Борода. Увидимся и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok